Есть тебе донат. Здравствуйте, уважаемые господа. У меня большая просьба по возможности выключить телефон. Также я хочу сказать, что у нас здесь не только господа, а еще госпожи. Правильно. И дамы, леди, господа, монсеньоры и так далее, всех я рад видеть. Большое вам спасибо. Ну давайте и начнем. Я вас очень хочу попросить, если вам хочется все время кашлять и вы не можете успокоиться, выходите. Потому что я потом получаю письма с претензиями. Надо же, тут вылез какой-то, а там кашель какой-то. Уберите этого от того, кто кашляет, что это такое. Мы вас сейчас воспитаем. Сегодня я получил очень интересное письмо. Я хочу с него начать. Андрей Андреевич, добрый день. Меня зовут Алена. Чтобы вы понимали, какие письма интересные получаю. Хочу вам это сейчас прямо вот для всех прочитать. Я представляю интерес одной организации, которая на протяжении двух лет наблюдает за вашей деятельностью. Хочу сказать, что это не единственные письма, которые я получаю подобного вида. В преддверии президентских выборов в стране, я так понял, в Украине, мы решили с вами установить контакт и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Дело в том, что мы активно привлекаем благотворительные инвестиции взамен на помощь. Если такая потребуется вам, а она вам потребуется. Мы проанализировали, какой размер налогов вы не уплатили в бюджет последние три года вашей работы ТФ. Вашей деятельности, как руководители эзотеристской школы, а также деятельности общественной организации, доходы, полученные проведением морских курсов, а также реализации семинаров в интернете, какую сумму налогов вы скрыли от государства, части фонда, заработной платы за последние три года, выплачивая заработную плату сотрудникам офиса и производства. Мы предлагаем вам внести благотворительный взнос в размере одного биткоина на развитие демократии в Украине, стране, которая дает вам лично и вашей семье возможность зарабатывать немалые деньги. В любом случае, если у вас возникнут проблемы с любыми контролирующими органами, вы имеете полное право обратиться к нам за помощью. Также мы гарантируем, что вы продолжите работать и так далее. Но в случае отказа и дальше запугивание. Хочу вам сказать, я знаю, кто пишет мне эти письма, и могу сказать, что это абсолютная глупость. Почему биткоин? Потому что это на дурака. Есть очень хороший анекдот. Там говорят так, в ресторане приносят счет за еду, а там написано, суши такие, мясо такое, то-то такое. И внизу написано, и того 2 тысячи рублей. После этого человек считает, говорит, но тут не 2 тысячи рублей, тут всего лишь тысячи. Ну, не, не так. Написано, и того 2 тысячи рублей. Внизу написано, получилось-3 тысячи рублей. После этого человек говорит, а как тут, и того написано 2 тысячи, а получилось написано 3 тысячи. Официант достает ручку, зачеркивает, получилось, и говорит, ну не получилось. Вот то же самое не получилось. Представляете, на дурака. Я хочу вам сказать, что я таких писем получаю в месяц до 30 штук. До 30. Я их получаю не просто одно, я их получаю до 30. Где там рассказывают о том, что все расскажут о предательстве моем, с моей какой-то там неизвестной женщиной, любовницей и так далее. Когда вопрос, друзья мои. Я с утра до ночи сижу на этом месте. Соня, ты веришь, что я могу куда-то идти? Ну да, то же самое я получаю своей жене, или предоставив информацию о вашей жене и так далее. Она письма такие получает, иначе Андрей Андреевич, мы предоставим информацию и так далее. Какую информацию, хоть бы подумали. Я с утра до ночи перед вами здесь сижу ежедневно вообще. Сегодня кто здесь целый день сидел? Скажите, я хоть раз со стула встал, два раза, мне даже поесть некогда выходить вообще. Еще вечером я проведу сейчас вебинар, а после вебинара я поеду домой. Так, изо дня в день, суббота у нас. Мы в субботу лежим. Потому что мы ничем больше заниматься не можем вообще. Почему? У нас мозги закипают, представляете? Потому что если целыми днями с утра до ночи принимаешь людей, если ты целыми днями занимаешься, то в субботу и воскресенье у нас семья. У нас столько детей, что нужно думать об одежде, о еде, о каких-то там доходах. Не смешите меня. Я вас прошу. То, что кажется очень-очень сильно развитым. Какие доходы у меня, если я выложил первую ступень бесплатно? Очень большие, конечно. Конечно, можно сказать, что там доходы и так далее. Ну так пусть приходят государственные органы и пусть меня проверяют. Причем тут человек, который требует один биткоин. Это там 17 тысяч долларов. Вы представляете, с какой стати, кто ты, зачем им ужас какой, что с людьми происходит. Я хочу сегодня начать нашу тему, которая будет называться «Два пути человека». Первый путь человека – это путь, который всегда наказуем. И второй путь, который всегда поощряем. Эти два пути, они выглядят так. Первый путь – это путь зла и путь разрушения. Вот смотрите, мне разойтись с мужем или найти повод для того, чтобы у нас счастливая жизнь была. Путь созидания – добрый путь. Найти возможности, чтобы жить вместе. Знаете, есть хорошая пословица – ломать, не строить. Слышали? Попробуйте дом разобрать, сколько времени на это потребуется. А потом собрать. Скажите, что сложнее – построить или разобрать? Скажите, когда человек болеет, или сделай так, чтобы человек начал быстро болеть, или быстро умирать, или быстро портиться, то это, скажите, легко сделать? Конечно, нечаянно поели несвежий продукт, после этого можем лечиться очень много лет. Знаете об этом, наверное, да? Или там небольшая психическая травма, и все тело разрушается. То есть ломать не строй, а вот попробуй потом вылечиться от того, что у тебя такие травмы. На это уходит огромное количество времени. Согласны с этим? Конечно же, я могу сказать, что я небольшой человек, маленький, сидящий в этой комнатке, знаете, и работающий на благо людей уже длительное время. Никто не считает раздорозданные мной продукты. Мне бы интересно было, чтобы людям не оплатили. Я очень много дарю на протяжении недели продуктов. Получается, на протяжении, я считал, 8 лет было роздано продукции моей компании на 2 миллиона долларов США. Скажите, почему мне никто эти деньги не оплатит? Ни Украине все равно, знаете, ни людям все равно. Они потом даже не приходят ко мне. Это всего лишь спасибо. Сегодня было два человека, которые получили от меня продукции в общей сложности где-то 16 упаковок. Так, посчитайте, 16 упаковок, даже если товар делается, его стоимость умножить на 2 от себестоимости, то тогда 12 долларов делить на 2, 6 долларов. Посчитайте теперь, там, 12 упаковок по 6 долларов. Сколько это получается? Достаточно много. А если я это делаю каждый день, то это много? Очень много. Поднимите руки. Кому я делал скидки хоть раз? А кому... О, смотрите, все поднимают руки. А кому я дарил хоть раз что-нибудь? Смотрите, это ж ужас вообще. В зале сидит 30 человек, все поднимают руки. А скажите, кому я дарил хотя бы раз какой-нибудь ступень или семинар? Смотрите нас как много. Катастрофа. Это что я делаю, друзья мои? Вы представляете, я сел заниматься бизнесом, вы представляете, и делаю все наоборот. Я раздариваю, раздарю, помогаю, сижу с утра до ночи. И потом какой-нибудь человек такой находится, который обязательно... Почему никто мне не говорит или не пишет слова? Огромное спасибо, маму помогли, мы будем вас защищать. А огромное спасибо, вы помогли мне, моей семье, мы готовы для вас что-то сделать. Что с этим миром? В этом особенность тех людей, которые идут по системе зла. То есть это люди, которые выбирают для себя сегмент разрушения. Они делают это принципиально. То есть они хотят разрушать, им нравится разрушение. Что такое разрушать? Разрушать это оскорблять, хулить, слышали такие слова? Критиковать, обвинять, злиться, ненавидеть и так далее. Вот этот путь, он не духовный, он бездуховный. Другой путь. Это путь поддерживания, созидания, строительства. Вот смотрите, ранить легче, чем полечить. Правильно. Поддержать сложнее. Но путь духовный, он тяжелый, он не бывает легким. Вы понимаете, назвавшись один раз учителем духовной эзотерической школы, я подразумеваю, что я должен быть представителем высокодуховного пути, который подразумевает созидание, который подразумевает помощь и поддержку. Это стоит на первом месте, вы представляете. И, естественно, ни критика, ни обвинение, ни уничтожение человека. Думаете, сложно было бы найти сейчас этого человека? Щелчок пальца сейчас за 30 часов его бы в багажнике привезли. Просто я не политик украинский, понимаете, и в политику не иду. Могу даже объяснить, почему. Я не люблю гомосексуализм, понимаете, он мне не нравится. Поэтому я в политику никогда не пойду, знаете, мне не нравится. Я считаю, что мир, который связан с гомосексуализмом, бандитизмом, это целиком исключительно гомосексуальный мир. Доказательства. Слышали о том, что на зонах опускают и так далее. А почему так происходит? Разве гомосексуализм может быть однополым? Значит, те люди, которые опускают, они кто? Гомосексуалисты. Тогда этот путь, он какой? С предпосылками к гомосексуализму. Конечно, когда гомосексуалисты пришли к власти, то эти гомосексуалисты ведут себя как гомосексуалисты. А я, будучи настоящим мужчиной, на 100% чувствующий себя мужчиной, не могу быть гомосексуалистом, поэтому я никогда туда не попаду. И не захочу этого никогда сделать. Кто со мной не согласен? Будучи мужчиной, я бы не лесбийские гомосексуальные какие-то проводил эти манифестации. Сейчас улыбаюсь, когда я это говорю. А поставил бы кондиционеры в детских отделениях больницы, в ПД-3. Почему никто не говорит, что я кондиционеры ставлю по Украине или в каких-то детских поликлиниках, там, где женщины приходят для того, чтобы им делали УЗИ. А ведь жарко. Ведь жарко. Вы сейчас придете в женскую консультацию, а там висит кондиционер. Кто его поставил? Государство же не дает. И никто не скажет, что это дуйкашка-какашка там наваял. Почему я это делаю? И за счет чего? Я это за счет чего делаю? Мне на самом деле не важно мелкие интересы людей. Мне важно то, что я делаю. А я делаю только благо. В своей жизни я занимаю духовный путь человека, который двигается по пути созидания. Я созидаю, я создаю желание у людей иметь веру, которую у них почему-то забрали. Верили в счастливое будущее коммунистическое, забрали. Теперь счастливой демократической идеологии никакой не дали. В религии и идеологии нет никакой веры. Иначе верь, а сейчас ты живешь плохо, зато верь, потом ты будешь жить хорошо после того, когда ты переродишься. А сейчас неважно, это твой духовный путь. Нечестно получается это все. Естественно, когда я начал говорить о том, что духовность все-таки существует, а по моему мнению, духовность это является принцип доброты человеческой, доброты и проявления добродетеля. Вообще считаю, что доброта является элементом человеческого отличия от животного мира. Вы представляете, смотрите, животные, они недобрые. Животные недобрые. Животная собачка выскочила, если она голодная и показала, что она боится остальных собак, они ее загрызут. Вы видели это? Курочки заклевывают, курочек, уточки, уточек. Чем отличаются люди? Животные голодные. Им дашь мясо, они наелись, и они счастливые. А человеку этого недостаточно. Не дайте человеку чувствовать, и давайте ему, чтобы он кушал, питался и все остальное делал, чтобы он был дивергентом или дивергировал, был бесчувственным. И этот человек не сможет никогда быть счастливым. Он не сможет, он не найдет свое счастье. Почему? Человеку необходимо душевное тепло. Он хочет о ком-то заботиться. Он хочет кого-то обнимать. Он хочет помнить, как у него рождались дети. Он хочет эти маленькие рожки, ножки, это они вырастут, потом будут рожки. Он хочет маленькие ножки, маленькие губки, он хочет о ком-то заботиться и так далее. Он хочет кого-то тискать, он хочет, чтобы его любили, чтобы его кто-то помнил. Иначе мы стали бы животным миром. Тогда родители все, не дают ничего, свободны. Все, тогда нужно что? Газовые камеры для родителей, газовые камеры для неудачных детей. И после этого зачем они нам нужны? Правильно? Это бесчеловечно. Я призываю к высокой духовности. Высокая духовность, она подразумевает искреннюю и бесконечную внутреннюю доброту человека. А внутренняя и бесконечная доброта человека – это то, что делает человека по-настоящему человеком. Это значит не обвинить, не раскритиковать, не плюнуть в сторону человека, не отнять. Понимать, что у каждого человека есть шанс совершать ошибки. Понимать, что каждый человек может иметь какие-то трудности. Но иметь веру, именно вера позволяет человеку достигать чего-то. Почему у меня это получилось сделать? Потому что у меня есть вера, вы представляете? Я верю, что все будет хорошо. Здесь сидят люди, я с ними раньше разговаривал, и они приходили ко мне без веры. Они говорили, очень плохо, ничего мне не поможет. И я, сидя на этом месте, говорил, верь, все будет хорошо. Говорил, скоро все будет, скоро все получится. Какие люди вставали с верой? Вставали те люди, у которых они не верили в Иисуса Христа. Они не верили в Бога и в Евангелие, не верили в Гаврила, Матвея, Михаила и во что-либо еще. Они включали просто веру, обычную веру в ни во что. Они говорили, я верю, что скоро будет все хорошо. И у них это все хорошо вдруг в жизни появлялось. И кто им помог? Он помог, вы представляете? Потому что его ухо все слышащие. А ваша вера все воспринимающиеся. Но не нужно становиться животными людьми. Нельзя становиться животными. Человек не должен за счет других людей становиться богатым. Это все карается потом. Дети болеют, потом дети детей болеют, потом дети инвалидами рождаются. Все равно ваши дети, это же род, он в дальнейшем будет неоткупаем. Почему я говорю, не стоит заниматься родовыми практиками. Нельзя откупиться от грехов, которые там были. Почему? Потому что кто-то был жутким подлецом, который вот так письма писал и после этого что-то гадкое совершал. Потом откупиться от этого невозможно. Пока человек в своей жизни просто не откупится сам, чем болью, потом, кровью, разочарованиями и так далее. Что делает человека счастливым? Его делают только весы судьбы. С одной стороны весов судьбы, весы судьбы. С одной стороны накапливается хула, а с другой стороны хвала. Если человек хвалит других людей, он становится абсолютно счастливым. Если хулит других людей, абсолютно несчастным. Что необходимо делать человеку для того, чтобы он был богатым и счастливым быстро? Эзотерика, она связана вот с чем. Смотрите, богатый, радостный, ему не о чем заботиться. А бедный, несчастный все время страдает. Тогда если слагаемое выбросить богатство, то что остается? Радость равняется несчастью. Тогда что нужно сделать для того, чтобы быть богатым? Радоваться почаще. У вас нет работы, нет семьи, вы не знаете, чем заниматься, все очень плохо. Задайте себе вопрос, когда вы радовались? Что там лежит на весах? Где там радость? Она там накопилась? Кого вы хвалили? Где вы радовались? Как весы могут на одну сторону передвинуться? Где там радость? Улё, где она? Почему люди этого не понимают? Я вновь и вновь с одного на другой вебинар это говорю. Я не обвиняю людей. Я просто ещё раз хочу доказать это. Человеку необходимо только два качества развить. Первое. Развивайте радость, всегда будете благополучными и богатыми. Второе. Развивайте возможность хвалить других людей, всегда будете благополучными и счастливыми. Накапливайте на чаши весов вот это счастье в своей жизни. Пусть ваши дети за счёт этого будут богатыми, счастливыми и везучими. Вот она формула абсолютного везения. Эта формула абсолютного везения – это два компонента. Радуйся тому, что вокруг тебя происходит. Хвали тех людей и тот мир, в котором ты живёшь. Равняется абсолютное везение. У вас этого нет? Очень зря. У вас есть все шансы, чтобы это было. Когда вы радуетесь, недостаточно смеяться. Я радуюсь. Радуюсь, да радуюсь. Не надо. Когда радуюсь, даже по лицу незаметно. Эта радость – это тот момент, который у меня появлялся, когда я детей своих обнимал. Но в этот момент я мог не улыбаться, я их просто обнимал. Но радость сердечная в моём сердце, она присутствует. Нужно себя научить, чтобы эта радость сердечная была. Люди говорят, Андрей Андреевич, куда мне переехать? Где мы жить? Где мне жить? Что мне делать? Расскажите мне, пожалуйста. Никуда не переезжать, нигде не быть. Бесполезно, где ты будешь жить и с кем ты будешь жить, если в сердце твоём радости никакой нет. Это бессмыслица вообще. Всё равно, что ты делаешь, нет радости – конец. Ничего не будет. Таким образом, нет радости – нет жизни. Почему? Никто не хочет жить с безрадостным человеком. Никто не хочет жить с человеком, который всё время постный, кислый. Никто не хочет жить с судьёй. Когда человек выбирает себе типаж такой, он говорит, я судья, я должен во всём разобраться и всех отсудить. Дуйко плохо. Вот это плохо. Смотри на меня, вот это плохо. Что с миром произошло? Оказывается, быть алкоголиком, который приходит на работу с поломанной ногой, с выбитой челюстью, бывший наркоман с перегаром, и после этого говорит о том, что он не может работать, у него депрессия, и там он… Его все жалеют. Говорят, вот несчастный, ему нужно помочь, он хороший мужчина, но давайте ему поможем, но стоит тебе одеть золотые часы, ездить на дорогой машине, иметь хорошую жену, в этот момент ты автоматически становишься сволочью. Но почему никто не говорит о том, что есть три типа людей? Есть люди, которые склонны к тому, чтобы искать возможность расслабляться и отдыхать, а есть люди, которые склонны к тому, чтобы всё время работать. Слышали о таких типажах? Вот я когда-то встречался с человеком, он говорит, Андрей Андреевич, а в пятницу мы расслаблялись, ездили туда, а во вторник мы вот так оттягивались, а там в субботу-воскресенье на рыбалку ездили. А вы как расслабляетесь? Я ему говорю, я так работаю, что я не напрягаюсь вообще, для того, чтобы так расслабляться. Я говорю, а как же вы работаете, что вам столько отдыха нужно? Это что вы такое делаете? Мешки с кукурузой разгружаете или что? Он говорит, ну нет, вы что, серьезно никак не расслабляетесь? Никак, никак не расслабляюсь, мне это не нужно. Я не понимаю, как это можно расслабляться именно так. Я расслабляюсь так, я прихожу домой, обнимаю свою жену, сажу её на коленке, смотрю с ней телевизор. После этого обнимаю своих детей, прыгаем. Мы иногда в воскресенье включаем музыку диска и танцуем всей семьёй. Танцуем всей семьёй, представляете? Тамбонием какой-нибудь, включаем, скачем. Или там песня у нас сейчас Роза научилась танцевать, она прижимает плечо и танцует как-то так необычно. Вот мы ей хлопаем, включаем музыку какую-то там. И после этого все смотрим, как Роза танцует. Вот я так расслабляюсь, это моё жизненное расслабление. После этого оно здоровое. Ну, естественно, глядя на мою красивую жену, можно определить, является ли она сексуально озабоченной женщиной или не является. Конечно, раз у меня глаза счастливые, значит, она сексуально озабочена. Конечно, я всё время говорю, Соня, если у нас, знаете, сколько всего было, и там писали, там угрожали, знаете, там наобум просто, там каких только угроз не было. И все узнают, какую подноготную. Мы даже смеялись. Вот выходим куда-то, я говорю, Соня, мне в банк нужно сходить. Она мне говорит, Андрей Андреевич, ты куда? В банк? Я говорю, да. Потом я прихожу, говорит мне, что всё изменял, мне говорю, да. Давай посчитаем. В банке я был 40 минут. То есть это какая должна быть у меня любовница, знаете, чтобы она где меня ожидала, как это должно произойти. Быстро я подбежал к какому-то подъезду, открыл после этого, куда-то поднялся. Ужас, это стыдно даже мне и моей жене, вы представляете. Ну, естественно, она такого мне не говорит, это придуманная история. Я очень обожаю свою жену, могу сказать, что это вообще полный бред вообще. Я когда это всё читаю, говорю, кто эти люди? Вот если бы они просто мне набрали и сказали, Андрей Андреевич, дайте нам, пожалуйста, тысячу рублей. Я бы даже, и сказали, там, ребёнок болеет, я бы скорее всего дал. А так, когда вот так это выглядит, это так ужасно, гадко, и это бесчестно совершенно, бесчестно. Да, можно... Андрей Андреевич сама провела раскречивание, стала так хорошо спать, стала радоваться в жизни, а муж как с ума сошёл. Ворчит с утра до вечера, всё ему плохо, стал выпивать пиво, больше не работает. Как изменить всё? Мир раскручивается вокруг одного человека. Дело в том, что ваш мир раскручивается вокруг одного человека, и тот рецепт, который я вам дал, он создаст новый мир. Не осуждайте, вот вы сейчас стал больше пить. Неправильно. Молодец, что стал больше пить. Молодец, ура, наконец-то стал больше. Молодец, ты сегодня выпил, чем вчера выпил, ура. Наконец-то твой желудок смог больше переваривать пиво. Старайся, и завтра я тебе могу ещё бутылку купить. Перейдите себя, когда увидите, что кто-то напился, и вы ему не даёте пить. Купите ему бутылку, пусть подавится, понимаете? Почему? Дайте ему счастье, будьте тем человеком, ломайте свои персональные программы, пусть они вас не мучают. Не будьте злодеем для этого человека, будьте наоборот, напарником, собутыльником, но только не пейте при этом. Говорите, вот молодец, я тебе пиво поставила, вот пей. Он же долго не сможет, если вы захотите это делать, он перестанет это делать. Почему? Вы больше не раздражаетесь. Когда никто не раздражается, то это никому не интересно. У меня было так, я жил с человеком, который всё время цокал там и плямкал. После этого я всё время говорю, хватит цокать, хватит плямкать. Потом махнул рукой, после этого решил для себя, что мне больше это не беспокоит. После этого перестал обращать внимание. К моему удивлению, он перестал и цокать, и плямкать. Но почему? Потому что у нас есть такое правило. Если один человек, пустой стакан, раздражается на то, что другой полный что-то делает, то полный будет всё время выливать в пустой. Правильно? Тогда самый простой способ, что научиться делать? Не обращать внимания, понимаете? Не обращать внимания, измениться прежде всего самому. Я вообще хочу сказать, что позиция человека-судья, она очень опрометчива. Если вы живёте с позицией судьи, вы не будете никогда счастливыми людьми. Судья – это тот, кто всё время кого-то комментирует и критикует. И это неправильно, это плохо, это нехорошо. И вот эти такие, и муж не такой, и дети не такие. Никто с судьёй жить не хочет. Получается, если ты судья, то весь мир вокруг тебя подсудимый. А если ты судья, мир подсудимый, то ты в конце концов будешь за решёткой. Почему? Тебя нужно куда-то отделить. И вот так люди попадают в свой персональный, персонифицированный, аморфный, ничего не происходящий мир, в котором ничего совершенно не происходит. Но начните радоваться. Как выбирать вообще? Вот женщина обратилась ко мне, говорит, Андрей Андреевич, как мне выбрать? Я живу в квартире, наша квартира большая, живу с ребёнком в этой квартире. Но живу с мужем, мы с ним встречаемся иногда. Между нами интимных отношений нет, и между нами постоянно какие-то стрессовые ситуации происходят. Андрей Андреевич, что мне делать? Я не могу себе позволить съехать от этого человека и полноценно жить. В этом слове всё, в этом предложении, слово полноценно больше всего не подходит. Почему? Но она живёт уже неполноценно. Она встречается, ругается. У них постоянно конфликт, он постоянно выпивает. Её идея о том, что необходимо съехать от этого мужа и жить полноценно, она хорошо. Почему? Если есть выбор выбирать страдания физические, если есть выбор выбирать страдания сердечные, выбирайте в сторону физических. То есть неполноценно живи, в конуре у собаки живи, рядом с будкой живи. Как угодно живи, но чтобы в сердце было тепло. Нужно выбирать там, где в сердце тепло. Если хоть чуть-чуть теплится ещё что-то, если хоть чуть-чуть тепло, то нужно это спасать и нужно это сохранять. Я всё время говорю всем женщинам, они приходят ко мне, одни и те же вопросы обычно не звучат так. Андрей Андреевич, мне жить с мужем или уходить? Я обычно говорю, сколько детей? Двое. Есть совместное имущество? Есть. А как вы давно жили с ним? Там 8 лет прожили. Ну что тебе надо ещё? Ну и живи с ним. Мне надоело. Ну почему ж надоело? 8 лет не надоело, это надоело. И после этого, что же делать, Андрей Андреевич? Вот это уже твоё дело. Какое? Созидай, хвали этого человека. И это сделал. Молодец. Полежи, полежи, мой зачки. Молодец, и вот это сделал. После этого, он же уйдёт, так другой женщине. Нет. Если вы будете хвалить, не уйдёт. Почему? Уши – это эрогенная зона мужчин. Всё. Хвалите мужчин – это их эрогенная зона. Хвалите мужчин – всё остальное возбуждается. Почему у мужчин ничего не возбуждается? Эрогенные зоны не задействованы на протяжении дня. Возбуждение не происходит. Всё. Днём не хвалите, в ночью эрогенные зоны не работают. Конец. После этого, если ругаете, конец эрогенным зонам вообще. Они отключаются вместе со всем остальным. После этого, жестоко, зато честно, когда делали исследование и писали о том, что там женщины, их эрогенные зоны уши – чепуха это. Это мужские эрогенные зоны уши. Причём их облизывать точно не нужно, знаете, чтобы язык не поцарапать. Вам можно просто этому мужчине говорить хвалу какую. Помните, что жизнь наша устроена по принципу выращивания или взращивания добродетели, получения радости, обретения счастья путём увеличивания своей внутренней добродетели. А добродетели – это не пустое слово, это значит быть добрым. Это быть добрым. Вы к ребёнку своему добры, добры, будьте ко всему добры, будьте к злу добры, будьте к неуспехам добры, будьте к себе добры, становитесь людьми высокодуховными. Тогда этот мир изменится в сторону добра. Вы представляете? У меня была такая история, женщина обратилась и говорит, Андрей Андреевич, сейчас живу в городе, не могу найти работу, ничего в жизни. Не получается, пробую там в интернете как-то, но становится ещё хуже, всё, я должна уже буду уехать сейчас к маме, что мне делать? Тогда я и сказал следующие слова. Если вы хотите быстро найти реализацию свою, если вы хотите найти возможности яркие, то тогда начните ходить по улице и радоваться. Она говорит, чем радоваться? Всё плохо. Меня же, вы что, не услышали? Меня выгоняют. Я говорю, путь единственный. Другого пути не может быть. Это единственный путь, вы представляете? Если нет добра-переходишь к пути страдания. Помните, действие равняется противодействию. Или ты с радостью живёшь, или ты живёшь безрадостно. Если безрадостно, то бедно. Вот и всё. Вы представляете? Вся идея, она на этом заканчивается. Можно заканчивать этот семинар. Вообще, я могу сказать, что из этого много всего есть. Конечно же, человек говорит, я не хочу сам измениться, но я хочу поменять их. Обычно человек говорит, он сволочь, он мне не приносит. Он... Как же мне это всё убрать? Перекрати произносить, он сволочь, он не приносит. Так он же сволочь не приносит. Ну так вот, прекрати это говорить. Андрей Андреевич, ну пусть он изменится. Он везде ругается. Он везде... А ты прекрати ему говорить, что он везде ругается и что он должен измениться. Но это же он тогда ничего не сможет понять. Итак, мужчина в 40 лет, имеющий два высших образования, туп настолько, что ему нужно много раз повторить. Это что это вдруг произошло с человеком? То есть он может услышать только вас, если вы ему... Это знаете, как котик. Ему тыкаешь носиком, он понимает, да? Это такой же мужчина с высшим образованием. Ему тыкать нужно, чтобы он понял. Понимает с щелчка. Давно всё понимает. Это уже дальше прошло всё. Знаете, это как... Когда-то мне одна женщина... У меня там очень хорошее образование есть, оно связано с математикой. И когда-то одна женщина, сидя со мной в электричке, начала объяснять мне, что такое математический анализ. Причём так бездарно, так бездарно, я даже не мог сдержать улыбки. Я просто улыбался. Она рассказывала о том, что она занимается профессиональной наукой, она математик, занимается математическим анализом. Причём говорила абсолютные глупости, знаете, я сидел, просто улыбался. А потом, когда меня спросила, а вы чем занимаетесь? Я говорю, я сантехник. Я говорю, хотите, расскажу. Вот забивается, говорю. Она говорит, ну это неинтересно. Я говорю, очень напрасно, смотрите, забивается люк, я одеваю маску и противогаз. И ныряю, плыву, значит, вот так. И там в том месте, где запор головой пробиваю. После этого выплываю, очищаюсь, и люди хлопают мне, потому что я спасаю человечество. У неё была минута молчания, она говорит, не, ну не может быть. Я говорю, зря, зря. Как по моему мнению, все работы хороши. Я спасаю человечество. Кто-то какает, где-то забивается, знаете, у всех же разные толщины какашек. Конечно, где забивается боли, вот туда и нужно отправлять проверку налоговую, знаете. Как делать налоговую проверку? В каком районе чаще всего дом забывается, там и нужно проверять. Что там, Соня? Очень рада вам, но некоторые люди, от которых такого не ожидало, ведут себя очень подло. И главное, чем добрее я отношусь и так далее, тем лучше. Я хочу вас разочаровать. Я вас хочу разочаровать вот в чём. Оказывается, те люди, которые ведут себя подло, они и будут себя вести подло до того момента, пока вы будете обращать внимание. Подло относится к тем, кто ищет возможности привлечь в свою жизнь чернь. А чернь – это осуждение, это ненависть, это желание ругаться, это желание всё время искать подлость какую-то. Вы знаете, это как два магнитика, они прилипляются. Так человек, который… Вот смотрите, если я обмазан чем-то, то ко мне садятся, если мёдом – пчёлы, а если не мёдом – мухи. И получается, вы всего лишь делаете для себя то, что вы обмазываетесь чем-то. Вот человек начинает критиковать, злиться, он всё время занимает позицию осуждения других людей. Он намазывается чем-то, что в его жизни появляются подлые люди. А если человек хвалит или хвалит, радуется от того места, где он живёт, радуется от тех событий, которые происходят, то в его жизни попадаются только пчёлы. Понятно? Это такая особенность. Мы сами эти процессы создаём. Вы представляете, вот вам и основа, собственно, магии, которая присутствует или происходит на земле. И, конечно же, в большинстве своём, когда люди ко мне приходят, они говорят, Андрей Андреевич, как мне выпутаться, как мне выпутаться? Я обычно хотел бы сказать, нужно быть добрее, нужно быть добрее, нужно быть добрее, нужно быть добрее. Человек говорит, а как же мне там замуж выйти? Будь добрым, ведь на то, что смотри вокруг, пусть тебе это в жизни радость приносит. Мужчина, радость, радость. Но все же мужчины плохие, какая же это радость? Вот оно, где собака порылась, понимаете? Как говорил Никита Сергеевич, Михаил Сергеевич Горбачёв. Вот где собака порылась. Потому что выборочно, эти мужчины какашки, а этот нормальный, тогда все остальные какашки, их большинство. Тогда кто же захочет с тобой жить, если ты чувствуешь уже одновременно, что любой мужчина может быть для тебя в тенденции какашек. Тогда кто же захочет? Я ещё одного особенного, не какашку, ещё одного особенного. Тогда нужно восхищаться всеми остальными какашками, чтобы этот один особенный появился. Почему? Это мужчины, это одно слагаемое. Подскажите, как и куда применить первые заработанные в новом бизнесе деньги? Работа дома, пошив свадебных платьев. Очень красивый бизнес. Обязательно возьмите доллар, первый вами заработанный, или купите доллар и прицепите его на стену, чтобы это было вашим персональным символом вашего процветания. Вообще, я вам могу сказать, что если вам повезло, и у вас есть первый, допустим, первый выпавший зуб, допустим, да, если у человека первый выпавший зуб, он имеет магическое свойство. Если у ребёнка выпал зуб, не выбрасывайте, сделайте из этого зуба талисман, так чтобы он был в каком-нибудь чехольчике. Оденьте на ребёнка, это будет самым мощным оберегом везения для этого человека в его жизни. Не бывает круче оберегов. Также в случае, если вы сами одеваете такой талисман в виде оберега, то этот оберег защищает больше всего остального. Кстати, именно такой оберег можно только от родных детей. А то сейчас начнёте выбивать чужим детям. Дорогие друзья, наш сегодняшний вебинар пятничный, он посвящён исключительно эзотерике. Не на один вопрос, даже если вы их будете писать, связанный со здоровьем, я не отвечу, к сожалению. Для этого есть время проведения вторника вебинаров. То есть во вторник, если вы будете писать вопросы, я на них отвечу. Мне тоже жаль, я тоже хочу вас полечить. Но сегодняшний вебинар относится к совершенно другой теме. Пишите мне всё, связанное со здоровьем, только в личных сообщениях. Можете в комментариях, я отвечаю. На канале 100 тысяч подписчиков и добрый волшебник, который скоро выложит вторую ступень. Правда, неправда. Я добрый настолько, чтобы подарить эту ступень. Но, вы понимаете, нельзя без конца давать миру что-то. Нужно от мира что-то получать. Пусть мне мир тоже что-то даёт. Понимаете, мне мир тоже должен что-то дать. Почему я должен это создавать для мира и отдавать это всё время бесплатно? Пусть мир платит свою плату. 100 тысяч подписчиков, вот мне мир платит. Если будет, допустим, пусть будет у меня там, вот я обещаю, пусть будет у меня 200 тысяч подписчиков. Пусть хоть одно видео у меня будет так, чтобы был один миллион просмотров. Я обещаю первую, вторую и третью ступень выложить бесплатно. Сейчас есть видео, у которых 450 тысяч просмотров. Пусть будет миллион просмотров, я выложу все три ступени. Мне совершенно не жалко. Мой сын придумал своё дело с недвижимостью. Могу ли я дать ему денег? Если да, то как это сделать? Не во вред. Не давайте ему денег. Его идея с недвижимостью пусть реализовывается с его собственных денег. Почему? У бизнеса есть определённая последовательность. Сначала чуть-чуть, потом немножко больше, а потом много. Если дать много, то обязательно будет в просаг идти. Почему? Объяснение это вот такое. Каждый ребёнок, когда начинает ходить, он непременно падает. Вы согласны с этим? Каждый ребёнок, который начинает ходить, каждый мужчина, который начинает, и женщина, которые начинают заниматься предпринимательской деятельностью, обязательно немножечко ошибаются. Скажите, поднимите руки, кто начал бизнес и никогда не ошибся. И так прям ровно всё получилось. Поднимите руки. У кого такое было? Видите, никого. А поднимите, кто начал, и не получилось больше трёх раз. Я две руки, я, наверное, раз шесть пробовал, у меня ничего не получалось. Я ещё и ноги подниму, если считается. И знаете, какого только не было. Вот можно книгу написать. И ресторанный бизнес, и от выращивания грибов до продажи мяса. Знаете, какого только бизнеса не было. Изготовление там, чего хотите. Просто какое-то время затянула меня возможность ведения бизнеса в виде производства. Мне нравится производить. Мне нравится производить. Я понимаю, что, будучи бизнесменом, мне несложно купить в Китае, привезти в Украину и продать это, сделав это в виде маркетинговой программы. Но есть минус. Мне нравится производить. Мне действительно нравится что-то делать так, чтобы кто-то производил. Конечно же, это утопия, кто-то скажет. Конечно, это единственная возможность сделать так, чтобы это было качественно. И после этого не стыдно за то, что ты это сделал. Потому что так покупаешь чужое. Обращение внимания на зло. Я очень часто говорю об этом. Человек должен тотально игнорировать зло. Тотально. Учитесь тотально играть. Вот смотрите, мне человек написал эту гадость. Я не кручу это. Я его тут же удалил, телефон заблокировал и все. Это уже не часть моей жизни. Я не буду сегодня проводить обряды, чтобы он там повесился где-то или там, чтобы у него в жизни не было счастья. Знаете, это не пожелание. Я не буду такого делать. Но дело в том, что я его просто игнорирую и он меня больше не беспокоит. Я о нем не вспомню. Ни завтра, ни послезавтра, ни еще когда-либо. Совершенно. Почему? Я тотально игнорирую зло в любом его проявлении. Кто-то злится, я не обращаю внимания. Кто-то орет, я не обращаю внимания. Кто-то нервничает, я не обращаю внимания. Я тотально игнорирую зло. Это мой девиз жизни. Тотальное игнорирование зла. Мой девиз, который у меня уже несколько, почти 10 лет, наверное, уже 10 лет, он лежит на моем канале ВКонтакте, который блокирует постоянно тоже по непонятным причинам кто-то. Там написано «счастье-счастье, радость-радость». Почему я это говорю? Дело в том, что человек, который хочет счастья, он должен найти возможность увеличивать радость. Это умножение. Вот это мой рецепт тотального счастья человеческого. Если человек должен, сначала человек должен обратить внимание на то, что он радостен от чего-то. Ищите какую-то радость, ее смешав с чувствами, которые в середине вашей груди находятся. Какими чувствами? Вспомните, как вы чувствовали тот момент, когда у вас дети рождались. Вспомните, как от чего-то вам было хорошо в сердце. Вот от чего-то хоть было хорошо. Найдите это. После этого находите, от чего вы испытываете радость, соединяйте с этим чувством, и вы будете дальше счастливым человеком. Конец. Таким образом, увеличенная радость увеличивает счастье. Все. Это путь, в котором нет действия и противодействия. Действие радости создает противодействие в виде счастья. Все. Вы представляете? Это абсолютная молодость, это абсолютное счастье, это абсолютная радость, это абсолютное везение, это абсолютный доход, это абсолютное... Всегда везде и во всем. Вы представляете? Это все возможно. Вот он рецепт. Конечно же, завтра мне кто-то начнет писать. Андрей Андреевич, дайте рецепт везения, чтобы я выиграл лотерею. Пожалуйста. Это рецепт везения. Возьми в тигле своей души, свои чувства, которые хороши, смешай это с проявлением внешней радости, свари это в тигле, и то, что у тебя получится, будет называться твоим абсолютным везением. Это и есть раствор везения. Вот, как мне выиграть? Вот, начинайте. Когда вы начнете это соединять, то вам не выигрывать нужно. Вы придумайте, как лотерею сделать, понимаете? Потому что идеи формируются совсем по-другому. Моей дочери одни проблемы. Она очень нервная, что делать? Великолепно и прохожу подарочную первую ступень. Могу ли я пройти посвящение? Конечно, сегодня я дам. Спасибо за все, как хорошо, что вы есть. Скажите, если в семье я одна раскрестилась, а сын и муж и крещеные, что мне делать? Что с вами? Вы что, что с вами вообще? Забудьте вообще, крещеные, не крещеные, это зачем? Раскрестились, покрестились, при чем тут ваши дети, при чем тут ваш муж? Не забирайте у людей веру. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни в кого не верит, даже в черта назло всем, да, там, и так далее. Естественно, хорошую религию придумали индусы, мы все слышали Высоцкого. Конечно, я вам хочу сказать, что не нужно, не лезьте со своей верой и со своими идеями к вашим близким. Я вообще вам могу сказать, занимайтесь эзотерикой незаметно. Настоящий оккультист это тот человек, который занимается эзотерикой так, что все завидуют вокруг. Почему мне завидуют люди? И мне, если честно, все равно. И я хочу, чтобы завидовали. Почему? Потому что я для себя поставил программу, что чужая зависть для меня превращается в огромные деньги. Мне нравится, когда завидуют мне. Именно поэтому я ношу лаковые туфли, дорогие часы и красивую одежду. Почему? Мне нравится это. Я хочу, чтобы жена носила дорогие украшения, чтобы одевалась хорошо и так далее. Почему? Пусть завидуют, я богаче стану. Пусть завидуют, я буду более счастливым. Пусть завидуют. А если кто-то что-то делает, низкий поклон. Я даже говорю все время, делайте, с удовольствием это приму. Даже ученикам говорю, говорите, Андрей Дуйко, прими там каку какую-нибудь. Почему? Я так становлюсь богаче. Дело в том, что люди разделяют все добро на зло. А я считаю, что проявление ненависти к другому человеку – это проявление всего лишь извращенного состояния любви. А к кому течет любовь, к тому текут и деньги. Это правило в эзотерике. Поэтому если кто-то ненавидит меня искренне, низкий поклон. Чем больше ненавидит, тем я богаче стану. Пожалуйста, пусть с удовольствием это делает. Поэтому я так в жизни живу и никогда от этого не потерял. Будучи публичным человеком, зарабатывать стало легче. Почему? Много находятся людей, которые меня ненавидят. Большое им за это спасибо. Поскажите, что происходит, когда регулярно появляется ощущение волосинки или нитки между пальцем и мизинцем безымянной на правой руке? Это говорит, ну договаривались же. Это говорит о том, что у вас, скорее всего, есть неврологические проблемы, связанные с электрической проходимостью позвоночника. То есть там, скорее всего, есть ущемление или протрузии, может листоз, кифоз. Добрый вечер. С днем учителя. У вас долгих лет благополучия. Посоветуйте, пожалуйста, в понедельник. Буду смотреть для покупки квартиру. Там конкурс. Кто больше заплатит. Мне подходит, но боюсь, перекупят. Приходите и не верьте этому. Приходите и не верьте этому. Вот тот, кто создает вот такие перекупки, да, или кто создает такой конкурс, это обычно люди, которые похожи на меня. Почему? Они целую ночь думали, как же сделать, и потом делают типа ажиотаж. Зина, вы занимаетесь недвижимостью. Вы хоть раз ажиотаж в своей жизни видели? Нету Зины здесь? Да. Да, видели? То есть прямо очередь стояла и кричала, мы перекупим. Да? Это правильный маркетинговый ход, наверное. Наверное, три человека, которые хотели перекупать, были наняты таким человеком, как я. А четвертый, который хотел перекупить, и был тот человек, для которого этот цирк весь устраивался. Конечно же, не хочется об этом сейчас говорить. Это такой ажиотаж. Естественно, вы хотите квартиру продать, говорите, у нас ажиотаж, у нас люди стоят, очередь стоит. Просите брата и сестру, чтобы они этот ажиотаж сделали, и после этого они говорят, а я 200 тысяч заплатил, 300, 500. После этого главное не спугнуть клиента, знаете. После этого, а вы сколько можете, сколько ваш максимум? Придите и скажите сразу, мой максимум, который я могу заплатить, вот такой-то, такой-то. Если у вас ажиотаж закончится, то тогда звоните мне, и я приду, и будем совершать покупку. После этого, когда они вам позвонят, скажите, я уже столько не могу заплатить, я могу заплатить на 5 тысяч меньше. Если хотите, то я тогда приеду. Понятно, да? Потому что, если вы откажетесь, скажете, я могу заплатить столько-то, столько-то и уйдете, то вам, скорее всего, перезвонят эти люди и скажут, хорошо, мы согласны по этой цене. А вы скажите, а я уже не могу, я уже внесла предоплату из этих денег, там, 3 тысячи долларов, 5 тысяч. После этого купите, как положено. Это знаете, как называется? Это называется разведка, равняется контрразведка. Понятно? Кто такие разведчики и чем отличаются от контрразведчиков? Кто знает? Рассказываю. Разведчик – это тот, кто ищет секретные тайны. Контрразведчик – тот, кто ищет не секретные тайны, а разведчика. Поэтому здесь нужно провести опыт контрразведки вместо разведки. Они ищут клиента, а вы клиент. После этого вы это все поняли, после этого говорите, я могу заплатить только столько-столько, после этого ждете, когда они вам звонят, непременно это произойдет, вам скажут буквально слова. Клиент отказался, можно купить, но цена такая. Скажите, я могу заплатить цену ту, которая говорила, но минус 5 тысяч долларов или минус 10 тысяч. Если нет, ну тогда я уже там нашла себе другое место. После этого за вами останется. Это знаете, есть такое понятие, мне когда-то один мужчина, Боря его зовут, рассказал об этом понятии. Он говорит, мы так хитрили, хитрили, мы так хитрили, хитрили, что сами себя обхитрили. Знаете, это такая особенность есть тоже. Мы так хитрили, так хитрили, что сами себя обхитрили. После этого такое было, когда торговали, торговали, обхитряли, обхитряли, какие-то схемы рисовали, в итоге напродавались столько, что остались столько же должны. Знаете, я говорю, как-то мы запутались, знаете, в этом. Такие схемы были красивые, на доске прямо писали. Потом, когда все схемы эти были исполнены, оказались, что мы еще столько же должны. Я говорю, надо же, хитрили, хитрили, схемы рисовали, лучше бы одному продали, и это все закончилось. Люди, не надо сами себя перехитривать вообще. Видите, обычно на каждого разведчика обязательно находится контрразведчик какой-нибудь, понимаете. Так когда-нибудь нарветесь. У меня была ситуация, приехал мужчина, Виталик, и ремонтировал мой магазин. И они пили три дня эти ремонтчики, я не знаю, с радостью, наверное, что им предоплату заплатил. А потом в последний день они такие стояли, с перегаром, уставшие. Я на них смотрю, говорю, сегодня у нас день расчета. Я говорю, сколько я вам должен? Он говорит, должен столько-столько денег. Я говорю, давай сделаем мне скидку. Он говорит, ну хорошо, смотрю, что ему плохо. Говорю, давай еще мне скидку сделай. Он говорит, давай, хорошо, еще скидку. Я говорю, а еще сможешь? Он говорит, нет, я уже не могу. Я говорю, ну хорошо, на тебе деньги эти. Он взял эти деньги, насупился и уехал. Потом, как только Виталик уехал, я на протяжении дня этого и следующего попал на такую огромную сумму. И эта сумма, вот Виталику недоплатил, допустим, 3000 долларов, а попал на сумму в 30 тысяч. Ну я утрирую. На самом деле было гораздо ниже суммы. То есть Виталику недоплатил 3 рубля, а попал на 30 тысяч рублей. То есть это где-то вот так выглядело. И после этого для меня это было прям четким пониманием того, что я неправильно сделал с человеком. То есть я ему должен был, мы сразу договаривались, и не нужно было его обманывать. А я, воспользовавшись тем, что этот человек был очень выпивший или уставший, или был не в себе, я этим воспользовался, его обманул. Обманул в итоге, сам получил, представляете. Я этому Виталику потом перезвонил и говорю, Виталий, я хочу с вами встретиться, и мы все-таки договаривались о другой сумме, я хочу вам эти деньги отдать. Он говорит, такого в моей практике еще ни разу не было. Я с этим человеком дружу до сих пор. Почему? Договорился, правильно, неправильно, заплати, а потом уже ругайся. У меня так было, потолок приклеили, я договорился, потолок приклеите, я с вами рассчитаюсь. Потолок приклеил, и я захожу, и он отпал. После этого я говорю, у нас потолок отпал. Ну, не весь там кусочек откуда-то. Я говорю, он говорит, нет, мы ни в чем не виноваты и так далее. Я говорю, хорошо, идемте в кабинет, сели. Я говорю ему, я рассчитываю с вами и плачу вам за вашу проделанную работу. Теперь это на вашей совести. Это теперь меня не касается. Это теперь на вашей совести. Хотите, уходите, хотите, делайте. Все, конец. После этого он деньги забрал, еще неделю ремонтировали, потом ходили. А как можно было бы сделать? Я бы мог сказать, я не заплачу, пока вы не переделаете. И они бы боролись со мной, понимаете? Почему? Потому что он пришел такой напряженный, увидел отпавший потолок, знаете, и такой напряженный стоит. Я ему говорю, потолок отпал. Он говорит, обалдеть, как это влажность может? Я говорю, да я не знаю, что он отпал там. Он говорит, и что делать будем? Я аж напрягся весь, знаете, ему деньги нужны. Он быстро работал. Я говорю, идем, будем рассчитываться. Он сел и думал, я не буду рассчитываться. Аж напрягся. Мужчина большой такой. Хорошо, что я ему заплатил. Так бы он, наверное, меня побил, знаете. Я ему говорю, я рассчитываю с тобой, это полная сумма. Даже дал сверху, я всегда сверху даю, чтобы потолок висел, не весь обрушился. И потом говорю, это вся сумма, я с вами рассчитался, все. Я говорю, теперь будет на вашей совести то, что он отломался там. Он говорит, ну, конечно, мы все сделаем. Андрей Андреевич, вообще не переживать. Все, по-другому разговор был. Они уехали, их неделю не было. Потом он сам перезвонил, говорит, сегодня приедет группа, они все снимут там, где что-то не так произошло, и все переделают. Сняли почти весь потолок и сделали второй раз лучше, чем было первый раз. Он был уже не вот такой раздутый. А там особенность была в том, что там балки какие-то были, эти балки неровные. И они как-то там не могли что-то сделать. А у меня какие-то требования были, я хотел, чтобы как можно выше потолок. То есть нельзя было там ни алюминий никакой прикручивать, ничего. Это усложняло работу. И в итоге получилось вот как нужно, как я хотел сразу. И денег не взяли, и сделали правильно, и там ущерба не было. Когда сделали это, я говорю, давайте я с вами рассчитаюсь. Он говорит, не нужно, не нужно. Мы ценим нашу марку, если нужно еще заказывать. Спасибо. А вот сегодня женщина пришла, говорит, мне сделали ремонт. Сейчас требует за ремонт деньги, а я не хочу с ними рассчитываться. Почему? А она мне напомнила, она мне говорит, а часть потолка упала. Я ей говорю, вы не поверите, у меня была точно такая же история. А теперь, почему вы спустя годы попали ко мне? И у меня одна и та же история, и у вас одна и та же история. Почему? Чтобы я вас научил, потому что это у меня прожитая история, и я ваш учитель. Она говорит, я внимательно слушаю. Спорим, вы сейчас с ними не хотите рассчитываться? Она говорит, да, 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 не хочу, не хочу, да, да, сволочи. Их вообще сволочи. Я говорю, ну вы же с ними договорились рассчитаться полностью. Да, ну а так а зачем им рассчитываться, Андрей Андреевич, они ничего не выполнили. Но они же работу сделали, да. А сейчас что они говорят? Ты должна рассчитаться. Это твоя проблема была, там, контролировать влажность и все остальное. Я говорю, ой, одна и та же история. Я говорю, только наша история отличается тем, что я с ними рассчитался, они пришли, доделали, а ты и потолок у тебя поломан, и людям деньги не отдаешь, и все равно его придется ломать и менять, еще раз платить. Я говорю, только это все займет время, головная боль, и люди будут недовольны. Они тебя ненавидят, ты их ненавидишь, вы породили огромное количество ненависти. Отдай деньги, слушай. Она говорит, Андрей Андреевич, это вообще не то, о чем я думала, вообще. Я говорю, она говорит, ну вообще не то, я вообще не хотел им платить, ведь это нужно будет переделывать. Я говорю, ты сделай, как я в свое время, отдай им деньги и скажи, теперь это ваша проблема. Делайте, делайте, после этого рассчитайся и пусть доделывают. Такое же бывает. У меня-то когда-то, у вас такое было? Мы сделали как вы. О, вот видите, и переделали? Да, сами без всяких. Сами без всяких там переделали. А еще одна история была, женщина говорит, я не заплачу. И после этого те люди, которые делали ремонт, взяли и высыпали ей в трубу, в унитаз, мешок цемента и слили воду. И все. После этого все работает, через неделю не работает. После этого ужас какой-то был. А еще и дом частный, вы представляете? А там такие полы были из такого дорогого материала, один метр квадратный, 400-500 долларов, знаете. И после этого ломали там все эти утепленные полы, рыли ямы, вновь доставали трубы. Катастрофа. А сколько не доплатила? 100 долларов. Она говорит, Андрей Андреевич, 100 долларов не доплатила? Так они мне мешок цемента замурывали, сволочи, уехали в Киргизию. Я говорю, правильно сделали. Брат грозится продать квартиру, где мы живем. Она стоит копейки, наполовину нечего купит. Избил за сектанство, будет он что-то делать против меня. Не думайте о брате, хвалите его. Когда он придет, скажет, я хочу продавать квартиру. Говорит, хорошо, давай. Вообще я вам могу сказать, что любая война заканчивается с момента вашего согласия. Мы будем тебя убивать. Отлично, давайте. После этого не ведется клиент. Будем уничтожать. Хорошо. Начнет бить, говорит, о, бей меня. Ты мой господин, я сделаю для тебя все, что захочешь. Не бойся, ударь меня сильнее. И после этого все. Если вы еще глаза закатываете, говорите, о, как нравится, давай, я наслаждаюсь. То на этом все закончится. Почему? Этот тоталитаризм, он заканчивается в этот момент. Представляете, тоталитаризм заканчивается в этот момент. Внутри человек всегда должен быть человеком-борцом. Человек в середине себя по отношению к себе должен быть борцом. Как возникают болезни, как появляются неприятности? Они возникают в тот момент, когда человек ощущает слабость в чем-то. Вот смотрите, как все начиналось. Ой, кольнула нога, кольнула нога, что ж поделать там, кольнула нога. На второй день. Ну что, кольнула нога, ой, как болит нога. На третий день. Ой, болит нога. Все, конец. Нога ваш враг. Там появилась болезнь. Вы к этой ноге проявили слабость. А как нужно было делать? Ой, кольнула нога. Флаг ей в руки. Этой ноге. И после этого, там, буду ходить и не обращать на это внимания. Вот он, путь решения. Вот таким он был. В тот момент, когда человек... Но слабость – это пропускной элемент ваших неприятностей. Как проявляется у человека неприятности в жизни? Вот смотрите, я не проявил слабость, заблокировал человека, у меня никогда с той стороны никаких неприятностей не возникнет. Никогда. Почему? Я тотально к этому, я тотально это игнорирую. Мне все равно. В случае, если бы я проявил, а можно вот так, а давай, все, я уже на удочке, понимаете. Все, мне можно мучить, шантажировать, издеваться и так далее. Я так же поступаю с болезнями. Когда я в свое время начал чувствовать, ой, это болит, то все равно. Болит, проболит. После этого, что болит? Все у всех всегда болит. Я даже Соне когда-то говорил, раз болит, значит живой, все в порядке. А так утром проснулся, тишина, темно, и после этого ничего не болит, считай, что в гробу проснулся. Знаете, ужас какой-то. Хай бог мылует, как говорят в Украине. Конечно же, могу сказать, что если где-то что-то болит, не проявляйте слабость. Какой от вас ждут слабости? Как научить детей, чтобы их в школе не били? Хотите, расскажу. Не заставляйте детей быть агрессивными. Их жизнь научит агрессии и так. Но учите их быть бесстрашными. Трусость – это слабость, а бесстрашие – это сила. Понимаете, бесстрашие. Даже если бьют, то делай лицо бесстрашного человека. Все равно делай лицо гордого, бесстрашного человека. После этого уйди с гордо поднятой головой. И после этого тебя начинают бояться. Почему? Тебя бьешь, а ты крепчаешь. Как сволочь. Понимаете? Не проявляйте слабость, не рассказывайте о слабостях, не делайте себя слабыми. Слабость – это та мембрана, через что проходят все неприятности и заболевания в человека. Со слабости начинаются. Как сделать человека слабым? Запугать. Вас запугали, сделали вас слабым. Все, вы стали человеком, на которого можно влиять. Я обычно говорю сильным мужчинам, я говорю, не проявляйте слабости по отношению к себе, не проявляйте. Плохо вам сцепить и зубы работать. Я когда-то говорил, я проходил курс химиотерапии, решил провести морской курс школы Кайлас. Это 8 лет назад было. Это был один из первых курсов. Когда ехал, очень сильно тошнило, болело 12-перстная кишка, там язвенный калит был. При этом очень болели ноги, очень себя плохо чувствовал. Это были очередные приемы препарата химиотерапии. Целую ночь ехал, приехал утром, договорился с человеком, он не организовал. Пришлось искать то место, где мы бы могли проводить на улице эти занятия, а также в помещении начал искать директоров, в это время чувствовал себя так плохо, насколько это можно было быть. Но я делал так, когда болели суставы, я сцеплял зубы и бежал. Когда болел живот, я не обращал внимания аж до слез, вы представляете. И после этого морской курс закончился, и после этого здоровье начало улучшаться. Почему? Когда ты долго не обращаешь внимания, это тебя не беспокоит. Как научиться вопрос, если оно очень сильно болит. В этом случае помогает ваша вера, вы представляете. Чем отличаются люди неверующие от людей верующих? Вот смотрите, если ты умираешь и умрешь на 100%, то тогда тебе тяжелее, чем умирая верить, что еще может быть хорошо. Таким образом, когда ты еще веришь, что все может быть хорошо, это хоть какая-то надежда, это как ступенька, ты за нее держишься. В надежде умереть легче, чем умереть без надежды. Я не завидую людям, не верующим ни во что. Почему? Они лишают себя надежды на облегчение страдания. Понимаете, они лишают себя надежды. Люди, которые немного хотя бы верят, у них есть надежда. Именно поэтому я не противник никакой совершенно веры. Почему? Любая вера, которая дает надежду человеку, она имеет право существовать, если она дает надежду. Пусть надежда будет. Таким образом, человек говорит, скоро я выздоровлю, мне Бог поможет, там, Иисус Христос, там, или Аллах, или еще кто-то. Конечно, пусть у них эта надежда будет. Пусть он поможет. И в последнюю минуту он протянет руку. Все в порядке. Пусть будет так. Спасибо вам большое. Бизнес-сетевой G-Time. Шунгитовый получится у меня приглашать вступить в ВИП-программу. Господа, вот у нас Камила Хусаинова. Можете вступать в ее S-Time шунгитовый бизнес, пожалуйста. Получится. Шунгит хорош. Шунгитовое мыло лечит псориаз. Вот если бы вы вот так написали, шунгитовое мыло лечит псориаз, вступайте ко мне за шунгитовым мылом. Тогда бы вы нашли кучу клиентов. Это единственное мыло, которое официально доказанный эффект имеет, как лечение аллергии псориаза. То есть это мыло, которое по идее... Это я так читал недавно статью такую, по-моему, на немецком каком-то сайте, где они описывали о том, что были проведены исследования шунгита, который лечит псориаз. Ну, видите, раз немцы не обманывают. Это если бы исследование провели в моей стране, то я бы еще сомневался. Уже 17 лет моя жизнь идет кувырком. Что делать? Дорогие друзья, давайте еще раз расскажу эту идею. Она очень легка. Давайте еще раз скажу. Счастье счастье равняется радость радость. Что делать, Андрей Андреевич, что делать? Что делать, звучит так. Старайтесь на протяжении дня найти радость в жизни, чтобы обрести везение. Ищите радость, соединяйтесь с чувствами в своем сердце, обретете везение. Везение – это когда нет работы, есть работа. Нет поросят, родились поросята. Нет детей, забеременела. Это радость, понимаете. Люди не понимают, что радость равняется везению. Почему люди везучие? Потому что когда вы были девочкой и смеялись, как лошадка, знаете, то все вам приносило радость. Бабочки. Мужчины становятся богаче, если их женщины радуют. Поэтому мужчины, они не могут обращать внимание на весь мир. Мы не понимаем, как можно радоваться стенам, стеклам, там, еще чем-то. Или еще чему-то. Мы можем радоваться женщинам. Смотрим она, красивая, радуемся. Другая красивая, тоже радуемся. Понимаете, дети растут, радуемся. А у женщин радость более глобальная. Женщины, хотите быть очень богатыми людьми, и чтобы вашему мужу везло, радуйтесь тому, что вокруг вас находится. Мужчины, хотите, чтобы в жизни везение было, радуйтесь, что рядом с вами женщина находится. Таким образом жизнь может измениться. По поводу хаяния родителей. Если мужчина говорит, что теща плохая, жена в его глазах становится страшной. Это правило такое. Мужчины, не совершайте ошибку. Относитесь к тещам хорошо, тогда ваша жена будет всегда красивой. Наоборот, создайте культ личности. Мама, она такая хорошая, она самая лучшая. Она самая умная, она самая там еще какая-то. Все, ваша жена в ваших глазах никогда не постареет. А если папу ихнюю, или йойного, да? А если папу жены вы начинаете крыть, почем свет стоит зря, то у жены не будет получаться иметь детей. У жены могут появляться проблемы с финансовым достатком. У жены не будет получаться иметь возможности зарабатывать деньги и так далее. Вот в чем особенность. Представляете, вот так все устроено. Андрей Андреевич, вы правду говорите. Сколько раз моя мама говорила, продам все, уеду жить в лес. Я после этого говорю, хорошо, делай что хочешь. После этого она успокаивалась. Конечно. Есть примета. Три свечи на стол не ставить к покойному в доме. По незнанию поставила. Три цверковных свечей на стол. Как отвести беду? Похрестытость. И поплевать во все стороны света. Только не вверх. Потому что на себя падает. Все. А так все. Свечки покрестить. Церковь отнести. Поставить у разных икон. Гавриила, Михаила и Матвея. А если враг, то его свечу поставить возле головы Иоанна Предтечи. И сказать, как у тебя, подлюки. Вы что, в церкви находимся. Да, называется? Как религиозные элементы или религиозные артефакты могут принести зло? Скажите мне, я что-то этого не могу понять. То есть, есть религиозный артефакт свеча. Есть религиозный артефакт икона. Есть религиозные артефакты. Они сами под собой подразумевают добро. Понимаете? А это не может человеку делать зла никакого. Хоть закопайте эти свечи. Хоть там что угодно. Хоть их как свечи ставьте. Но это ничего никогда никакого зла не принесет. Это такая особенность. Все, что связано с религией, оно не может человеку зло приносить. Если только религия не приносит зло и не заточена на то, чтобы зло создавать. Конечно же, можете сделать для себя святые мощи, там, любимого человека дома и хранить. Скажите, это будет хорошо или плохо? Тогда, по моему мнению, молитва святым мощам или отрубленным кусочком тела абсолютно чужого человека, этого делать ни в коем случае не стоит, так как это в дальнейшем может привести к каким-то, возможно, инфекциям, заражениям, порчению воздуха и так далее. А свечи, при чем тут свечи? Обычно говорят, вот я видел там бородатый такой дядя выступал в интернете и говорит, очень, есть вечная борьба магов, там маги влияют, они там людей что-то забирают, они там хотят уничтожить, нужно бояться. Третий мир, рептилии, кстати, забыл сказать. Я лысый, потому что рептилоид. Вот вы понимаете, это же так и есть. Вообще, я зеленый. Мы домой с Соней приходим, снимаем одежду, знаете, шкурку, знаете, там, и после этого становимся обычно лягушками, знаете, и квакаем. Конечно же, Андрей Андреевич, как вы, вообще, кто эти люди? Земля уже стала плоской, знаете, мир состоит из роботов, там, знаете, ужас какой-то. Шизофрения, ее нужно лечить, а не нужно прислушиваться к тем, у кого шизофрения. После этого люди ходят, они что делают? Они боятся, а когда они начинают бояться, в этот момент на них можно влиять. Прояви свою боязнь, прояви свою слабость, тебе конец. В этот момент все проявляется в твою сторону. Если бы я, проводя вебинары, говорил, да я как сделаю, да я как жахну сейчас, да я как там просто страшно, то тогда запуганные ученики, я бы мог у них забирать энергию в дальнейшем. Поэтому, если вы когда-нибудь ходили в эзотерические направления какие-нибудь, где люди начинали запугивать, знаете, целью запугивания было создать у вас мембрану слабости. И когда вы создавали мембрану слабости, то из вас начинали доставать и забирать энергию. А когда вы приходите иногда к религиозным каким-нибудь там системам, то вы там начинаете, там все время страшно, все время слабо, что-то должно произойти. За упокой, за здравие, там непонятно что. И вот это страшно, это. И все, ой, спаси мне, помоги, там помилуй, там и так далее. И после этого человек без конца, без конца, как донор для чего-то высасывания, понимаете. Будьте бесстрашными в середине себя. Если человек бесстрашен, то его в его жизни ничего не может сломить. Относитесь тотально, игнорируя зло любое, какое, как бы оно ни проявляясь. Я тебя побью, бей, будь сильнее со мной. Мне так нравится. Не будь слабаком. Иисус Христос так говорил, помните? Если бьют по левой, поставь по правой, знаете. Скажите, кто ради своего языка? Украинцы. Скажите, кто ради своего языка готов убить русского человека? Поднимите руки. Скажите, вы верите, что если русские люди начнут жить среди украинцев, то эти русские люди заберут у вас возможность думать и разговаривать по-украински? Боже, какая ерунда. Боже, какая... Вы услышите это. Боже, какая ерунда. Россия заберет нас, она нас поработит. После этого захватит. Пусть. Я согласен. Я не буду ездить и ничего не произойдет. Почему? Ну ничего не произойдет. Все то же самое останется. Один в один то же самое точь-точь. Почему? Приезжаешь в Россию, живешь точно так же, как на Украине. Только деньги поменял, и ничего не изменилось. После этого идешь, знакомишься, обнимаешься. Заберут трубы, а они не мои. Заберут чей-то завод. Он не мой вообще. Заберут то, что украдено было у Советского Союза. Ну пусть забирают, оно же не мной было украдено, знаете. Так что я должен идти отбирать трубы обратно или что? Чьи-то трубы, своими детьми оплачивать чьи-то трубы. Как-то, знаете, очень это все веселит. На это все слушаешь и говоришь себе. Знаете, есть же люди, которые верят. Они говорят, они придут, захватят ваших детей. А-а-а! Они убьют. А-а-а! Да вы что вообще? Вот это да. С какой вдруг стати? Это что-то должно прийти, что-то должно убиться и так далее. Пусть мир живет в радости. Пусть люди друг друга обожают. Пусть люди проходят свободно границы. Уже время прошло, уже нету зомбиков. Уже мы не в средние века и не в Советском Союзе. Пусть они откроют все границы. Пусть во всех направлениях люди ездят и живут без всяких паспортов. Мир создан Богом для всех. Это и есть вера, друзья мои. Настоящая вера – это вера в свободе. Каждый имеет право жить, где захочет, где ему нравится. Хочет жить в Африке – пусть живет. Хочет жить где-то в Лондоне – пусть живет. Сразу же хочется сказать. Но они же не хотят, друзья мои. Когда граница откроется, люди сами определяют, где они хотят и где они не хотят. Я, допустим, все скажут, мы будем возле моря. Нет, друзья мои. Есть такие люди, которые захотят в горах. Я, допустим, тот человек, который море не любит. Мне очень легко живется в горах. А есть люди, которые захотят жить в степи. Мне нравится степь тоже. Мне нравится тепло, но это не значит, что я хочу в тепле и возле моря. Послушайте, это все настолько банально, когда говорят. Нам специально придумывают истории. Говорят, вас захватят, все отберут. Все можно отобрать у нищих. Что можно у нищих отобрать? Что? Уже и так все отобрали. Что можно приходить, уже отобрали без вас. Чьи-то заводы отберут, украденные в Советском Союзе. Они не мои, не я их воровал. Не мне за них нести ответственность. Вот чего боются. Что то, что было украдено у народа, заберется кем-то еще. Понимаете? Но мы с этого все равно. Нам бледно будет, что до, что после. Если человека из России сейчас перенести в Украину, будет точно так же, как в России. Если из России перенести в Беларусь, будет точно так же, как и везде. Почему? Вот так. Куда же уехать, Андрей Андреевич? Никуда. Нет в середине твоей доброты. Нет в сердце доброты. Никуда не выезжай. Тебе все равно нигде ничего не светит. Нет везения, нет счастья. А везения нет, потому что безрадостный ты человек. Потому что в сердце нет у тебя чувств. Потому что душа твоя, она все время в страданиях находится. А ей хочется счастья хоть какого-нибудь. Хоть когда-то, хоть какого-то неба, хоть какого-то счастья, хоть чего-то приятного. А так, знаете, люди как животные начинают жить. О, поесть, поесть, поесть. О, наелся. Так, там, поспать, поспать. О, поспал. После этого. Отчего ты радуешься? С Петькой в субботу, как дали жару, там, классно. Так ты радуешься один раз в год, когда с Петькой дали жару. Ну, пять раз в год я радуюсь. Какое у тебя везение? Среди одного миллиарда человек твое везение является 0,0000. Ну, или дальше 12 нулей. Один процент. Почему? А радость у тебя только три раза в год. Если радость три раза в год. Андрей, что мне не везет? Радость три раза в год, потому что. А как нужно? Объяснить, как нужно, невозможно. Это индивидуальная работа каждого человека. Как я люблю Киев. Дорога закрыта для россиян. Вы правы. Почему? У нас приезжают мои знакомые, приезжают свободно из России в Украину. Тоже обман. Почему они обманывают? Мои знакомые, друзья, близкие из Москвы приезжают. Еженедельно ко мне приезжают. Еженедельно. Из Германии приезжают в Украину. Еженедельно. Я понимаю, если вы на русской машине будете ездить в Запорожской области или в Крывом Рагу, можете натолкнуться на то, что камень кирпич там полетит в лобовое стекло. Потому что промывание молодежи и взрослых происходит через телевидение. Ну, я бы не рискнул так дерзко ездить, если автомобиль не бронированный. Вот в случае, если по Киеву здесь интеллигентное место, я насколько знаю, всех непризывного возраста мужчин пропускают, даже без проверок дополнить. Все в порядке. Кто сказал, что не пускают? У кого знакомые из России приезжали в этом году? Есть? Поднимите руки. Вот сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек подняли руки. Ко мне каждую неделю приезжают. Это что за обман? Что за ложь? Это обман. Мантру Амит Абхи нужно читать целый год. Если читаешь целый год, но не получается. Каждый день выходит с перерывами. Можно ли читать мантру целый год, не прерываясь? Можно и прерываясь, и не прерываясь. Мантра Амит Абхи – это как бы поклонение материальному благополучию. Вы когда читаете, говорите, да нравится мне материальное благополучие, уже приди ко мне. Он говорит, ну нет, я еще не хочу, ты еще недостаточно благородный. Ну пожалуйста, мне нравится. Я его никогда не буду ругать. И буду хвалить, и буду считать, что материальное благополучие – это хорошо. Ну нет, ты помнишь, ты вот сто раз уже говорил, что материальное благополучие – это зло, это плохо. только козлы зарабатывают, ну пожалуйста, ну иди ко мне, ну кыс-кыс, ну иди ты, ну иди тебя поглажу, ну мур-мур. И вот так вот каждый день у вас в этом диалог происходит с этой метапой. Куру-куру, манипхадра, это цып-цып-цып моя курочка, мое богатство. И там цуру-цуру, иди ко мне мой теленочек, мой пупсик, понимаете. И после этого вот такой вот диалог. Богатство это, говорит, ты так часто оскорблял богатство. Да, мы деньги, мы так на тебя уже обиделись, ты так часто нас не хотел, ненавидел, оскорблял. Говорил, что все богатые какашки, говорил, что у кого деньги тот сволочь. Ага, на Мерседесе поехала под люка, да, и так далее. Что мы тебе уже не верим, как же мы тебе дадим, ты же испортишься, мой друг. Ты же испортишься, тебе если деньги дай, ты купишь Мерседес, будете ездить. Вы женщина, вам дай деньги, вы купите Мерседес и будете ездить, чтобы все остальные, как и вы раньше плевались и говорили, ага, под люка на Мерседесе поехала. Это ж, как же вам это дать, если вы так воспринимаете? Ну, после этого нет, ну лучше тебе не давать. Вы говорите, все, я тогда сделала, я нечаянно, последний раз, ну иди ко мне, моя курска. И потом, в течение года это читаете, она вот так делает, ну ладно, я тебе верю, но только в последний раз. После этого человек начинает жить и после этого оскверняет деньги. Каким образом? Оскверняет деньги, не считает эти деньги за, не считает эти деньги частью своей жизни. Допустим, что такое деньги? Человек поработал, после этого отдал часть своей жизни, с утра до ночи работая, и после этого получил за это какую-то сумму денег. Таким образом, он фактически продал часть жизни, обменяв эту стоимость на деньги. Фактически, когда вы держите деньги, вы не держите деньги, вы держите часть жизни. Когда вы просто так отдаёте деньги, то что вы отдаёте? Часть своей жизни. То есть что вы делаете? Не цените свою жизнь, получается. А когда вы не цените свою жизнь, то она может оборваться? Конечно, она же не имеет цены. То есть тогда вы сами себя подставляете, получается. Вы сами себе делаете горе. Тем самым, если для вас жизнь не имеет ценности, То тогда ее может кто-то, кто не считает, что жизнь человека имеет ценность, ее оборвать Не делайте этого Нельзя просто так отдавать, нельзя просто так занимать Может быть из-за этого несчастный случай Очень часто безвозмездная помощь может привести к несчастному случаю Людей с тем, кто не знаком, что такое просад Живу со своим мужчиной 3 года, сделал на днях предложение Но интим закончился практически после года знакомства Но он же был Но он же был А если он был, значит не все потеряно Но нужно теперь проанализировать Что во мне изменилось за 3 года нашей совместной жизни Что вдруг получилось так, что сейчас все исчезло И возможно вы найдете пути решения То есть что-то же произошло Нужно хвалить вашего мужчину, тогда все в жизни будет хорошо Сегодня я обязательно проведу посвящение А также хочу сегодня провести такой обряд Который всем женщинам, которые находятся и кто холостой Даст возможность выйти замуж Никто не возражает Андрей Андреевич, по молодости и глупости с натиском мамы Делала приворот с яблоком, который положила в руку покойного Так его и похоронили Уже 17 лет моя жизнь кувырком Что делать? В тот момент, когда покойник полностью стлеет Вот правильное слово Когда покойник полностью стлеет В этот момент все равно будет, что вы ложили туда Это как обряд заканчивается Обычно это любые обряды, которые делаются с покойником Не работают больше 5 лет Не работают Поэтому если 5 лет назад вы положили То еще может работать А если 8 или 7, то тогда можете забыть Это уже кавардак не по вине покойника Вообще я вам хочу сказать Не нужно этого делать Пусть человеку умершему умершая жизнь светит А человеку живому живая жизнь Мертвым мертвое, живым живое Год работает для себя с кодами денег Зла, проклятия, везения А это все идет, влияет на мужа И деньги много появляются Подработки на должности повысили Недавно признался, что изменяет несколько лет И предложил развод Как правильно практиковать коды с пользой Отвечаю Начните ему говорить Надо же, такой молодец Ты на две семьи Можно ли мне познакомиться с этой женщиной И так далее После этого говорите Начните говорить, как я научу Узнав об этом Когда предложит вам развод Что нужно говорить Необходимо говорить следующие слова Я так тебе во всем благодарна Ты такой молодец И у нас, благодаря тебе, наша жизнь хорошая И наши дети Начните ему вспоминать ценности И все хорошее, что он дал Вот смотрите У меня была такая ситуация Женщина приходит и говорит Муж забирает у меня детей И говорит, скорее всего, заберет У меня суд Что мне нужно делать? Я ей говорю Когда суд начнется И тебе дадут слово Чтобы ты выступала Начни говорить Я очень благодарна этому человеку Он всю жизнь заботился обо мне О моих детях Мы выросли здоровыми Он меня никогда ни в чем не обвинял Я всегда верила ему Я его до сих пор люблю И мое сердце к нему Только чтобы он вернулся И начал со мной жить Вот она это сказала Ей отдали детей И отдали имущество Потом он приехал И говорит Ты правду говорила? Она говорит Правду Я действительно хорошо отношусь Я тебе благодарна Она говорит Слушай, ты молчала столько времени Почему? Для многих женщин То, что они делают Они видят Это особенность женщины Но то, что для вас делает мужчина Это для вас иногда Как само собой подразумевающее То, что он несет, допустим Деньги Отдает семье Это не важно А то, что вот там Кто-то там стирает рубашки Важно Понимаете? Очень часто женщины считают А мужчины просто Это те люди Которые обычно не говорят этого Они не приспособлены к тому Чтобы это объявлять Женщина может Рубашку постирала Там детей накормила И так далее Мужчина этого не делает Он просто живет по-другому Это особенность большинства мужчин И женщины после этого Не понимают Что если человек Этого не станет То они на самом деле Потеряют А ведь если рассмотреть То мужчина же Что-то хоть делал Хорошего в жизни Тепло создавал Когда спал По ночам с вами Храпел Отгоняя Злых воров В виде сигнализации В квартире Понимаете? Там Запах ферментов Мужских Отгоняет Моль у вас не было Моли Я тебе стирала А кто Моль отгонял? Носки разбрасывала Носки везде разбрасывала Чтобы моль не разводилась Все правильно делал От злого умысла Мужской носок Ночью Разбросанный Где попало Убирает Проклятие Любой женщины Которая могла Прийти в гости И там проклятие Нанести Почему? Особенность такая Мужские ноги Убирает проклятие Не напрасно Вливает в мужские ноги Там какие-нибудь гадости И потом Мужчин там Что-то вылазит На ногах Я говорю правду Я не обманываю Кто-то посягается Кто-то посягается На вашу семью Возьмите носок Мужской Положите туда фотографии Мужа и жены После этого Если кто-то делает магию Вся аннулируется Это работает мгновенно Почему? Обувь мужская Там нужно читать Иудейские книги Там все об этом сказано Не зря мужчины говорят Там был мужчина Который пел Я хочу целовать песок По которому ты ходила А нужно Как культ Знаете Мужской носок Знаете Если носок мужской рвется Это может привести к тому Что жена будет изменять Понятно Поэтому если у вас дома Или муж может гулять И носок может рваться Сейчас начнется Ага Носок порванный А еще это может говорить О том что обувь неудобная Маленького размера Почему? Потому что носок терся И обувь маленького размера Возможно там протекает вода Но он молчит Ничего не говорит Потому что деньги отдает своим детям Отдает вам Потому что мечтает Что вы там Все до конца отдаете И после этого Он служит получается семье А женщина иногда Этого не видит Зря Очень часто женщины не видят Конечно женщины обычно говорят В нашей культуре Женщина она как бы Обижаема И имеет больше возможности На то что ее обижают Я согласен с этим Так тоже бывает Но никто не говорит о том Что мужчин тоже обижают А ведь это сплошь и рядом происходит Не видят Не обращают внимания Считают что так и должно быть А мужчины они тратят Почему? Мужчинам хуже чем женщинам Посмотрите сколько женщины живут Сколько мужчины Заметьте что они живут Короткую жизнь В отличии от женщин Почему? Изнашиваются сильнее Друзья мои Поэтому если говорить о феминизме Я конечно не Андрей Цеткин Знаете И не Андрей Люксембург Поэтому я не буду говорить О мужской эмансипации Тем не менее Можно обращать и на это внимание Обычно женщина она говорит Что мы не обращаем Я там живу с мужчиной Но А нужно продолжить просто А вот что хорошее он сделал Он для тебя хоть что-нибудь хорошее делал И начинается А вспомни Много ли хорошего он делал Сколько он жил Зарплату приносил Приносил Но он с утра до ночи работал И приносил зарплату Зачем он это делал Вот объясни Ну я не знаю Но у нас же дети Это для женщины дети Для мужчин нет ни детей ничего Для него есть секс со своей женой Он живет ради секса Вы представляете Это конечно же банально сейчас звучит Да Когда уже не нужно это Все успокаиваются И поэтому Когда взрослые ходят за ручки Это нужно было посмотреть на них В 30 лет Вот тогда они ходили за ручки Или нет Говорю вам Не ходили А когда уже секс не нужен Вот и ручки понадобились Знаете Ходят за ручки А до того момента Пока это не нужно было Знаете Ходили не за ручки Конечно же Если этого нет То мужчина после этого Начинает страдать Почему Это открытие для многих женщин Я всегда говорю Даже если не хочется Не нужно Все равно пусть это будет Почему У мужчин устроено Выделение тестостерона У них есть интим Тире Нет лени Нет интима Тире Есть лень Если перед вами мужчина Который там Очень много всего делает Стремится Там очень все делает У него много энергии У него все хорошо А если Вот так сидит А ну перенеси А ну еще перенеси А ну давай это сделай Чего мой мужчина ленивый Поэтому когда вы приходите Ко мне и говорите У меня мужчина ленивый Что я должен сказать Уделяй больше внимания Мне мужу нужно говорить Тогда Подскажите Как оправданно Брать кредит Уважаемые господа Дамы А также другие люди Не подходящие Под первое и второе Хочу вам сказать Хочу вам сказать Пройдите первую ступень Там так много Внимания уделяется Деньгам Бесплатную Которая в интернете лежит Там я говорю о том Что кредиты брать Нельзя Поэтому никак не брать кредит Ни под каким поводом Ни под какой совость С соусом Кредиты это глупость Таня скажи Кредиты это гадость Кто брал кредит Скажите Вы бы сейчас вернуть Время назад Брали бы кредиты Нет Видите Большинство бы не брало Это так кажется Что кредит хорошо Потом оказывается Что совсем не хорошо Слушаю шумы Читаю коды Получилось увеличить Материальный доход От бисса Но сейчас Доход упал в три раза Что не так Можете подсказать Конечно могу подсказать Счастье счастье А тире Радость радость Есть радость Есть счастье Есть доход Нет дохода Хоть коды Хоть шумы Счастье радости Нет конец Доход упал в три раза Почему? Осень Так все противно Услышьте меня Осень Так все противно Слякать Обувь старая Муж старый Мама старая Сковородка неважная Лето закончилось Одежду нужно новую Она старая И после этого Почему же этому доходу не упасть Ведь радость-то исчезла Радость исчезает Доход падает Радость увеличивается Доход растет Конец Если бы вы оставались Всегда вот такими веселыми И жизнерадостными Как вы были В том возрасте Когда вы учились в школе Когда я захожу в школу Обычно вижу Такие девочки были Которые Ого От всего Бабочка Лешка После этого Вот если бы такими были Были бы уже Наверное Какого-нибудь Принца Женой Серьезно Были бы Принца Женой Просто сначала Это Га-га-га-га-га Вот так А потом Когда перестаешь улыбаться Оно вот здесь само происходит То есть Вот это га-га не уходит Если вытравили это Мышьяком Каким-то То после этого Оно мешает Конечно Если у вас был смех Без причин И он остался Знаете Это путь к богатству Помните Кому везло больше всех Иванушке Дурачку А что дурачок Смеялся По-другому Радовался Поэтому Смотрел на щуку Смеялся Смотрел А что Это вообще Заморский Русский рассказ Для заморских Неудачников Понимаете Что нужно сделать Чтобы человек был счастливым Что нужно сделать Чтобы везло Иван Иван дурак Стал Иваном царевичем Стал Но он хоть кого-нибудь Уничтожил Никого А всем простил Всем Почему Потому что дураком был Видите А царем-то стал Сказка лож Давний намек Добрый молодцам урок Наиля Синергичность Отличное слово Отличная фамилия У женщины А энергию мужик берет Только от женщины А она упаханная По закону Нет, друзья мои Энергию мужик У женщины И давайте так Сразу начнем разговаривать Смотрите Женщина Это женщина А мужчина Это мужик Да Смотрите Почему бы бабу Не назвать бабой А мужика мужиком Нужно, наверное Соответственно Писать У бабы берет мужик Тогда я понимаю Это статус Бабы и мужика Насколько я помню В русской разговорной Речи Есть такое понятие Жили-были Дед да баба Да Если мужик То тоже баба Рядом с ним Почему? Мужик тоже подразумевает А мальчик Это кто? Женщины Не живите с мальчиками Я иногда общаюсь С женщиной Я говорю Вы живете с кем-нибудь? Она говорит Да, живу с мальчиком Хорош такой мальчик Да Но так не нужно жить С мальчиком Нужно из мальчика Делать мужчину А что такое мужчина? Это мужественный И несущая ответственность Это мужественный И несущая ответственность Нельзя говорить себе Я встречаюсь с мальчиком Глупость Не должно быть мальчиков Как там Жириновский Я говорю, однозначно. То есть должен быть мужчина. Живете с мужчиной, есть постель с мужчиной, значит это мужчина. Перекладывайте на него ответственность, пусть он решает вопросы. Пусть он делает, спрашиваете у него разрешение, чтобы навязать ему ответственность. Можно я сегодня там, можно мне вот это, можно. Почему вы это делаете? Чтобы он знал, что без вас он никуда. И после этого так мне нужно о семье заботиться. Мне нужно что-то для семьи, потому что на мне лежит ответственность. А, я сегодня буду у подруги, понял? А, ну понятно, какая ответственность? Она живет своей жизнью, своей жизнью. Все. После этого какая ответственность? Она не прививает мужчине ответственности. До того момента, пока бабы будут бабами, мужики мужиками, и не будет почета и уважения мужчинам и женщинам, то до этого момента не возникнут счастливые мужчины и женщины. Пока есть мальчики и мужики, жизни счастливой у женщин не будет. Пока баба с мужиком спит, это чепуха, это вульгарные слова, которые воспользовались или которыми пользовались в виде вот такого уничтожения или унижения, или уничижения вот таких вот качеств, которые называются. Женщина – это благородное слово, а баба уже некрасива. Почему? Так говорили махровость какую-то такую сельскую, возможно, там есть бабы в русских селениях, да. И хобот ему оторвет в горячую избу, войдет, коня остановит и хобот в попу запхнет, знаете. И после этого там говорили о бабах, о таком вот сильном. Но кому оно нужно, это сильное? Ведь приятнее, когда рядом кто-то несет ответственность за семью, когда кто-то помогает, когда кто-то содержит, когда кто-то вдохновляет, когда кто-то поднимает, понимает и так далее. Не сложно ли быть одновременно мужиком и женщиной без конца? Конечно, что можно взять у женщины, которые «я и баба, я мужик», знаете. После этого, конечно, что можно взять у женщины, которая забыла уже 30 лет назад, что она женщина. Там только одно отличие, знаете, характер мужской, характер мужской, одежда мужская, поведение мужское, маты мужские, алкоголь мужской, перегар мужской, запах изо рта мужской, туфли мужские. После этого мужчина рядом ее видит как друга, после этого там чем отличается? У него песник, у нее тычинки, все, других отличий никаких. После этого, конечно, он будет у нее энергию брать какую-то. Да, ему, я не знаю, ему, наверное, страшно и брать что-то, знаете. После этого страшно брать, знаете, потому что может залепить. Чувство, как будто не могу напиться, жажда, это нормально. Конечно, сейчас надо себя хвалить, я хочу вам сказать. Можно сказать, что я голос правды. Вы представляете, правду долго держали в подземелье, и кто-то должен был начать это говорить. Я тот человек, который правдив. Я стараюсь говорить голосом правды. Возможно, это у меня получается некрасиво, может быть, не особо заумно, но зато можно сказать, что искренне. Я стараюсь искренне говорить правду в виде того анализа, который есть. Я, возможно, не ориентируюсь на то, что это будет правда, которая распространяется на Вселенную. Но это правда обыкновенного социума. Почему я имею право говорить правду? Очень долгое время я жил в абсолютной неправде. У меня был тоже такой путь, когда там все было за моей спиной. Знаете, и обиды, и унижения, и восхищения, и слава, и антислава, и что только в жизни не было. Как я себя вообще идентифицирую? В чем мое достоинство, и почему я имею право рассказывать о том, о чем я говорю? Вы представляете, я счастлив. Вы представляете, я счастлив. Это офигенно жить счастливым человеком. Я счастлив. Я счастлив, когда просыпаюсь и засыпаюсь. Сегодня мужчина говорит, как вы никогда не устаете, много принимаете, у вас всегда энергия, сегодня, кстати, еще не ел. И всегда есть и силы, и всегда есть желание, и всегда есть желание что-то делать, потому что я счастлив. Я умудряюсь находить радость в жизни. Это большое счастье научиться находить радость в жизни, научиться не бояться. Люди боятся, они не хотят искать радость, они прислушивают какой-то... Они живут в мире, где зло пока еще побеждает добро. В этом зле критика в ваш адрес. А я вот эту критику тотально не воспринимаю. Помните, говорил, игнорирую любое зло. Я живу по принципу своего персонального, построенного для себя мира. Но это мир не из золота или папье-маше. Это мир чувственный. Я стараюсь делать все, потому что мне нравится то, что я не убегаю от жизни, то, что дает Бог, я принимаю. Я от этого радуюсь. Плохо, значит, так нужно. Хорошо, значит, так нужно. Такие люди заплатили, значит, так нужно. Не заплатили, значит, так нужно. Шантажировать Дуйко, а он принимает бесплатно. Представляете? Никто же не говорит, я 8 лет бесплатно принимаю людей. Бесплатно. Я бесплатно принимаю. Почему никто не говорит этого? Пусть скажут, Дуйко молодец, он бесплатно 8 лет принимает. Как стать таким, как Дуйко? Друзья мои, это легко сделать. Хочу вам песню спеть. Видишь, там на горе возвышается крест. Повиси-ка на нем, а когда надоест. Хотите быть таким же, как я? Пожалуйста, садитесь с этой стороны. Вместе со мной оплачивайте. Принимайте каждый день с утра до ночи людей. С удовольствием. Место вакантное. Разделим аренду напополам. Становитесь Дуйко. 8 лет отсидите, начинайте дальше. И я после этого на вас буду смотреть. Создавайте, дарите. Создавайте вот такие вебинары. Читайте во вторник бесплатно вебинары. Где, в чем я здесь зарабатываю? Я сейчас сказал хоть одно слово. Купите у меня что-нибудь. А ведь я удачный продажник. Я бы мог это делать. Я бы мог сейчас сказать. Все. Рекламная пауза. Вот препарат. Давайте его будем все пить. А вот эта вот тряпочка. На голову наденешь, откроется третий глаз. Я бы мог это сказать. Я великий гуру. Мой башмак 400 долларов стоит. И так далее. Давайте башмак с аукциона продадим. Знаете, и нестись. Сидел бы и нес бы там какую-нибудь чепуху. Я же не хаю сейчас там батюшки, сволочи. А мы только хорошие. Или там в Аллаха не верьте. Верьте там только в Христа и так далее. Я наоборот говорю. Вера хорошо. Пусть она существует. Пусть каждый верит во что-то. Потому что когда умирать будешь, если будет вера, легче будет происходить все. Так хоть еще одна одежда жизни. Хоть еще. Когда мама, папа не может помочь. Мир не может помочь. Близкий не может помочь. То тогда хоть вера может помочь. Кстати, по поводу Веры. Она сильнее всех остальных. Она-то как раз и помогает. Вы представляете? Ну что? Очень хороший фильм «Полиана». Там папа научил дочку игре. Найди чему порадоваться. Правильно. Не только на русском языке у нас первая ступень. Она еще и на английском. Уже фильмы выходят. Все как полагается. Все хорошо. На самом деле школу «Кайлас» проходит очень большое количество людей. В Украине нет ни одного дня, чтобы кто-то на улице... Вот выхожу я в банк. Обязательно, когда иду, находятся 2-3 человека, которые здороваются. Вы Дуйко, да? Ха-ха-ха. Когда я лечу куда-нибудь, прохожу через какие-нибудь места, обязательно кто-нибудь... Вы, Андрей Андреевич Дуйко, была женщина, она в самолете летела и говорит... Вы тот самый. Я говорю, я не понял вас. Ну, тот. Я говорю, Дуйко. Она говорит, вы Дуйко? Я говорю, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Убежала. Потом прибегает, говорит, дайте хоть сфотографировать с вами. Я говорю, понятно. Приехали непонятно куда, идем в непонятно каком месте, на третьем этаже в торговом центре. Догоняет девушка. Слышу Дуйко, Дуйко, Дуйко. Останавливаюсь и говорю Соне, Соня, Дуйко кто-то кричит. Она говорит, мы вообще непонятно где на третьем этаже. Непонятно где. Здесь на русском никто не может кричать. Останавливаемся, выбегает девушка и говорит, здрасте, Андрей Андреевич, я уже третий этаж, бегу за вами. Я говорю, нашла. Она говорит, да, спасибо. Спасибо. Почему? Очень несложно посчитать. Где-то 400 каналов в Ютубе. На этих 400 каналов около, ну даже почитать сложно, наверное, около 1000 часов информации, которая была сделана мной, выложена. И в общей сложности, если посчитать количество людей, то их больше, чем полтора миллиона человек. То есть это повторяющиеся, неповторяющиеся и так далее. То есть люди знакомы, люди узнают, люди находят, люди подписываются. Вы видите сами, что количество подписчиков растет постоянно. Если раньше это было там 1000 в месяц, сейчас 1000 в неделю, то есть это увеличивает какой-то резонанс и так далее. Я могу сказать, что учеников очень много на сегодняшний день. Мы большая школа, мы имеем сильную энергетическую власть. В дальнейшем я обязательно объединю нас всех, чтобы мы были организацией, чтобы мы называли себя обществом. И мои задачи, идеи, о которых я говорил, скорее всего, в дальнейшем будут исполнены. С днем учителя всех благ. Спасибо. Как относитесь к халапапонам? Никак не отношусь. Я им не занимаюсь. С праздником здоровья, крепкого семейного счастья, благополучия. Спасибо большое, пожалуйста. Как разложить сердце невестки к свекрови, обрести благосклонность? Когда-то давал такой обряд, называется объединение крови. Когда кровь объединяется, у всех все получается. А, хочу сказать, что нужно же продавать. Сам себе напомнил. Итак, хочу сам себе противоречить. Итак, я выпустил вот такие вот руны. Они называются дуйко-руны. Они отличаются от обыкновенных рун тем, что в них находится 35-36 разных рун. Я не знаю, сколько в обычных рунах находятся. Также здесь в начале указано, каким образом на них можно гадать. Могу сказать, что они очень уникальны тем, что очень правдивы. Поэтому, когда ими начинаешь пользоваться, очень удивляет их правдивость. Даже разочаровывает. Потому что желаешь одно, а потом на руны выбрасываешь, и оно то, как происходит. Знаете, руны заряжать не нужно. Они вот так вот выглядят, обыкновенные деревянные такие вот квадратики. Здесь же написано, каким образом можно гадать. А здесь вот их значения. Если у вас появится желание, вы можете их приобрести на сайте kailasmarket.com. Ну что, давайте сейчас те люди, которые прошли первую ступень, хотят посвящения. Поставьте указательный палец перед собой. Сделайте вдох. Закройте глаза, дотроньтесь пальцем к колбу и сделайте выдох. Уберите палец. Левый глаз смотрит в левую сторону, а правый в правую. Делаем вдох. И делаем выдох. Открываем глаза. Указательным пальцем правой руки еще раз дотрагиваемся. И закрываем глаза, убираем палец. И делаем выдох. И сидим. Скажите, появилось ли ощущение объема в закрытых глазах? Есть ли ощущение объема? Появилось оно там за закрытыми глазами. О чем это говорит? Там произошло освобождение сознания от лишнего мусора и устарелых концепций. Теперь представляете, будто на вашем пальце вы видите блестящее зерно. Делайте вдох. И к колбу дотронулись. И делаем выдох. Глаза открыты. И представьте, будто в середине вашей головы лампочка. Поднесли розетку. И включили эту лампочку. И она зажглась. Это все с открытыми глазами. Делаем вдох. И выдох. Поздравляю. Вы можете считать себя учениками нашей школы. Дальше. Дальше. Когда же можно будет приобрести карты? Так долго их ждем. Ой, друзья мои. Как они меня вымучили, если бы кто-то знал. Была у вас подругой. В 2016 году. Приняли нас бесплатно. Сделали скидку на продукцию. Первую ступень подарили. Пролечились препаратами. Мы учимся. Спасибо учителю вам. Тамара Днепр. Вот, честно, человек сказал, видите. Сейчас начнется. Подарите мне что-нибудь. День учителя. Спасибо. Вероника Якимович спрашивает. Андрей Андреевич, погадайте мне, пожалуйста. Дайте совет. Какую-нибудь руну сейчас достану. Вы находитесь сейчас во временах таких, когда вам нужно быть проводником и посредником. Вам не нужно сейчас принимать никаких решений. Вам нужно быть проводником, посредником. Вы не должны заниматься производством. А если будете чем-то заниматься, будьте посредником. Если вы решили, что вам нужно сейчас принимать какое-то решение, спросите об этом у кого-нибудь, а сами решения не предпринимайте. У вас такая руна выпала. О, классно гадают. Наверное, сейчас спросим у Вероники. Сейчас начнется. Погадайте, погадайте. Просто думал, руны это карты или вместо карт. Нет, нет. Если дата рождения на человеке, это означает цифра 22 в нумерологии. Это четверка. Четверка – это значит человек решительный, отважный, стремящийся вперед, такой водяной, топ-менеджер, минус, не может быть руководителем, а если руководит, то это не очень хорошо получается. Самый лучший охранник бизнеса для мужчины, я могу дать совет, самый лучший охранник бизнеса для мужчины – это его жена. Я очень ждал того момента, когда моя жена наконец-то перестанет смотреть за моими детьми, и ей все время говорил, но когда же ты уже выйдешь на работу? Но когда же ты уже выйдешь на работу? Она говорит, для чего? Чтобы навести порядок. Почему? Я как человек творческий, знаете, как художник, чем отличается художник в творчестве? Он, когда начинает рисовать, все вокруг грязно. Вот мужчина вкусно готовит торт? Вкусно готовит, только убирать нужно несколько дней. Но зато торт вкусный. Почему? Он творческий человек. А если творческий, то оставляет много мусора. Женщина не такой творческий человек. Ей для того, чтобы было все правильно, сложено в стопочку. Поэтому, когда мужчина привлекает свою жену и говорит, занимайся контролем и качеством, это верный путь того, что все будет проконтролировано и качественно проконтролировано. Когда моя жена пришла в мой бизнес, я ее пригласил, делал это осознанно. Я хотел это сделать раньше, но раньше я не мог это сделать, так как она вновь забеременела тогда. И я тогда сказал, ну что ж, будет у нас роза, а ты, значит, будешь вынашивать розу. Когда я однозначно не хотел, чтобы она занималась бизнесом, будучи беременной. Когда все закончилось, я ей вручил сам. Я ей говорю, теперь ты будешь заниматься управлением. Я возлагаю все элементы управления тебе. Теперь это твои погоды. Занимайся. Она говорит, я хочу, я с тобой хочу поспорить. Я ей говорю, а нечего спорить. Нечего спорить. Она говорит, почему? Ну, дело в том, что это твое. Оно твое. Тебе нужно спорить, если это не твое. Тебе нужно отстаивать место под солнцем, если это не твое. А это твое. Она говорит, ну, нужно же, чтобы как в этом же... Я говорю, не нужно. Почему? Это твое. Это все принадлежит тебе. Это твое. Можешь брать, заниматься. Все. Все в твоих руках. Пожалуйста. А я хочу так. Можешь мне не говорить. А вот так. Пожалуйста. А вот так, если я сделаю... А ты будешь все делать. Я буду спать. И писать книги. Я ей говорил когда-то, что... Вот мы когда познакомились, я ей сказал, что моя мечта писать книги. Но моя мама когда-то, она очень хорошо получалась. Я вот так садился и мог за час написать очень длинный рассказ. Очень восхищалась учительница русского языка у меня. Она прямо говорила, Андрюша, у тебя очень хорошо получается. Тебе хорошо заниматься писательской деятельностью. Там, журналистской деятельностью. На любую тему. Я сейчас могу писать статьи за 70 секунд, там, книжку. Тем не менее, когда мама обратила внимание на это, она говорит, Андрюша, ты занимайся глупостью. Вот это, что ты делаешь, это никому не нужно. Ну что это такое? Человек пишет тексты. Кому они нужны? Что ты толстым не станешь. Там, Островский из тебя никакой. Там, ну вот кому это нужно будет? Кому? Ну, зря. А ведь если бы тогда начала развивать в себе это качество, то сейчас, наверное, было бы там, ну, значит, на все свое время. Сегодня женщина пришла, мой ребенок хорошо фокусы показывает, но я его отдала в техникум, он теперь будет там, там, руководителем пищевого производства. И учиться не хочет. Ну, так а зачем ему это техникум? Пусть идет цирковое, учится фокусы показывать. Это же большая награда. Ребенок с детства что-то умеет делать. Пусть делает что-то. Раз что-то умеет, пусть делает. Правильно ведь? Вообще, родители, меньше вникайте, меньше приставайте к вашим детям. Я считаю, что женщина, мечтая управлять бизнесом мужа, который у меня будет, эта женщина охранница семьи и бизнеса. Нет, эта женщина не охранница семьи и бизнеса. Это женщина, которая умеет управлять просто. Может так науправлять. Это нужно еще знать, кого ты ставишь в управление. Потому что, если женщина с большим оралом, знаете, то может так наорать там на всех. А также, если женщина бездушная, не умеет принимать решения, не умеет проводить там стратегическое управление, не понимает, что такое управление и власть, не знает, что такое вертикаль власти, не понимает, что такое субординация, склона к тому, чтобы строить на ровном месте интриги. Ну, знаете, много есть всяких элементов. Иногда пустить женщину – это во вред себе. Потому что женщина может быть неверным. И мужчина, это не говорю так. Я говорю, и женщина, и мужчина могут быть неверными, могут совершать неправильные поступки. Тандем нужно, тандем он возможен. Я говорю, повезет, если женщину поставить. Но это не обязательно нужно делать. Почему? Есть женщины, которые запросто могут растраты сделать, понимаете, там, не зная, что это. У меня такое было когда-то. Я начинал жить, и я жил, у меня немного было достатка. Я по чуть-чуть собирал, по 3 рубля, там, по 5 рублей отрывал это от семьи. Я тогда жил с женщиной, и она говорила мне, у нас нет денег, что мы все время голодаем. Я ей говорю, мы соберем вот эти деньги, которые у нас есть, и после этого купим товар, и после этого будем этот товар продавать. У нас все получится. И она мне каждый день, каждый день выносила мозг, ежедневно. Это было 3 года. Потом я собрал сумму этих денег и сделал в магазин. И вы представляете, это было копейка к копейке вообще. Не ели ни мяса никакое, не ели. Там, старались за квартиру, там, по минимуму платить. Старались вообще во всем себя ограничивать. На одежде, на парикмахерских. Ей было очень тяжело со мной. Ей ее все время кормил. Что будет нам хорошо, будет хорошо. Она мне не понимала. Особенно влияла ее мама. Она все время говорила, козел этот, дойко его, ненавижу. Ты мою дочку, и там все деньги. Он там, у тебя бурундук, он все собирает и так далее. После этого деньги, когда появились, я пошел, арендовал магазин, купил товар для этого магазина. И вы представляете, за один год он принес очень хорошие плоды. Прямо очень хорошие. Почему? Потому что он был выстраданный. Копейка к копейке. Конечно, когда мы делились, и пришлось этот магазин делить между собой, то она получила этот магазин. Почему? Я помню, как она вкладывала, и как она вместе со мной не доедала. А уже другое дело, как она потратила деньги с этого всего, и что дальше произошло. И это такая особенность жизни. Знаете, иногда, если нет, то можно поверить мужчине, и пускай он там по чуть-чуть собирает. Им не воровать же, правильно? Это не единственная история. У меня были знакомые, которые точно так же начинали. Мой вид бизнеса мне подходит. Перестал получать удовольствие от него. Ищу новую сферу. Никак не могу определиться. Муж талантливый поэт. Деньги заработать у него не получается. Поэт не специальность. Поэт не специальность. Почему? Дело в том, что поэт должен быть еще и хорошим маркетологом. Специальность это поэт. Вот смотрите, чем отличается поэт от человека, зарабатывающего на этом деньги. Словами, я зарабатываю деньги на том, что я пишу стихи. А это подразумевает, что ты хорошо их умеешь продавать и хорошо писать. Вот смотрите, есть хорошая машина, но нет двигателя. Это хорошая машина или нет? Она кому-нибудь нужна? Есть хорошая машина, Mercedes 350 ML, но у нее нет колес. Отличная машина или нет? Но она же хорошая. Там хороший двигатель, она красиво выглядит. Она хорошая, но у нее нет колес. Вопрос. Нужна ли она кому-нибудь? Ну, если негде колеса купить? Не нужна. Конечно же, точно так же, это недоделанный Mercedes. Что ему нужно сделать? Обучиться, чтобы быть тем человеком, кто зарабатывает деньги на том, что он создает хорошие стихи. Невозможно без концептуала. Можно уметь рисовать, не уметь продавать. Неважно все это будет. Можно уметь писать стихи, не уметь продавать. И никому это не будет нужно. Можно уметь хорошо делать чайнички, не уметь их продавать. Можно сделать завод и не уметь продавать, и это будет никому не нужно. И потом передай в руки человеку, который будет продавать, и это будет очень хорошо получаться. Ну что, сидим женщины и мужчины. Кто не хочет замуж выходить, должен вот так руки сложить. Кто замужем, ой, кто не хочет замуж выходить, руки складывает. Кто замужем, тоже руки складывает. Вот так. А кто без мужа живет и еще надежду питает, тот сидит с открытыми глазами. Закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Все, панчи открывается. Делаем вдох, делаем выдох. На этом вебинар закончен. До свидания, друзья. Не подходим ко мне, я ухожу.